Добрый день. Мы начинаем, да? Значит, я вас буду сейчас немножко готовить к вступительному экзамену по макроэкономике. Значит, по макроэкономике, вот если брать статистику предыдущих лет, там оказывается что? Что вот две темы очень часто встречаются в вступительном экзамене. Что это за темы? АСЛМ и модель СОЛУ. То есть если вы собираетесь поступать в высшую школу экономики, то минимум, который стоит освоить именно по этому экзамену, это модель СЛМ и модель СОЛУ. Ну, статистика там какая? Из всех предыдущих экзаменов, вступительных экзаменов, которые два раза в год, олимпиады, хотя бы одна из этих двух моделей встречалась. Хотя бы одна из этих двух моделей встречалась. Две третьих экзаменов обе модели были. Там все две задачи, да? Две задачи по макроэкономике, и две третьих экзаменов — это одна задача по модели СЛМ, а одна задача по модели СОЛУ. То есть это необходимый минимум, который нужно подготовить для того, чтобы... который нужно выше для того, чтобы подготовиться к экзаменам. Значит, как у нас сегодня будет устроено, я сегодня сначала расскажу про модель СОЛУ. Почему про модель Solo? Ну, во-первых, потому что модель Solo обычно хуже рассказывает, поэтому нужно ее лучше выучить. Модель SLM обычно люди знают. Я чуть-чуть расскажу, немножко расскажу о том, почему вообще эту модель изучают. Потом мы эту модель аккуратно выпишем на доске. Потом я расскажу опять чуть-чуть, не очень сильно вообще, какие выводы следуют из этой модели, чему она нас научила. И потом мы прорешаем две задачи по модели Solo. Одну чуть посложнее, другую чуть попроще. Кроме того, я потом расскажу о модели SLM, но, скорее всего, у нас уже времени много не будет, поэтому модель SLM, скорее всего, просто какую-нибудь задачку решим. И все. Значит, первая модель – модель Solo. Обо мне. Рейфев Николай Геннадьевич, кафедра макроэкономического анализа. Вот учился, пишут, что учился в Сарбоне. Значит, можно мне писать e-mail на n-arefif.hs.ru. Можно спокойно писать e-mail. Дальше. Вот все, что я… Очень много задач, очень много материалов по модели SLM, по другим моделям по теории роста. Есть вот на этих двух группах. Значит, но вам нужна группа для бакалавров. Значит, вот адрес groups.yahoo.com, черта группа, черта макроэкономика. Это группа для бакалавров. Значит, группа закрытая. То есть вам нужно, чтобы записаться на эту группу, нужно иметь аккаунт на Yahoo. Что значит аккаунт? Это, например, если у вас e-mail, есть mail на Yahoo, у вас есть аккаунт на Yahoo. Если у вас нет mail на Yahoo, вам нужно завести логин и пароль. Почему? Потому что группа закрытая. И, естественно, только подписавшиеся на группу могут считывать материалы с этой группы. Значит, вот на этой группе для бакалавров есть очень много задач по модели SLM, есть очень много материалов по модели SLM. И для подготовки к вступительным экзаменам это будет более чем достаточно. Более чем достаточно. Вообще, если вам нужна какая-то литература, если вы хотите что-то почитать, возьмите учебник Дэвида Ромера по модели SLM, первую главу, и этого будет более чем достаточно. Во-первых, чуть-чуть поговорим, совсем немножко, вообще зачем мы все это изучаем. Зачем мы это изучаем. Может, это не потребуется для поступления в магистратуру, эти вопросы, но тем не менее, мне кажется, это важно, с чего стоит начать. Значит, так, фундаментальные вопросы теории роста. Про что вообще модель SOLU? Модель SOLU пытается ответить на два вопроса. Каковы причины экономического роста? Каковы причины различий в доходах между странами? Любая модель, любая статья в теории роста, она оценивается исключительно с точки зрения этих двух вопросов, насколько та или иная работа помогает нам понять ответы на эти вопросы. Вот есть известная статья Роберта Лукаса, что однажды, задумавшись над этими вопросами, экономистам сложно думать о чем-то еще. Экономисты немножко подвинуты на этих вопросах. Итак, первый вопрос. Каковы причины роста? Каковы причины роста? Что здесь нужно знать? Во-первых, это явление очень масштабное. За последние 300 лет уровень жизни вырос приблизительно в 10 раз, это в среднем в мире. Это не Россия или США, это в среднем в мире. В среднем сейчас каждый человек живет в 10 раз лучше, чем 300 лет назад. То есть у вас есть там какой-то доход сейчас, поделите его на 10. Вот примерно так жили люди вашего уровня 300 лет назад. Дальше. До начала роста. Что произошло? Экономический рост начался в Англии в 18 веке, и до этого все люди жили на земле примерно одинаково. Очень бедно, где-то на грани выживания. Естественно, доход соответствует вот сейчас примерно 30-40 рублей в день в текущих ценах. Что можно купить на 30-40 рублей в день? Батон хлеба, да? Батон хлеба. Тогда на это нужно было жить, тогда нужно было покупать не только хлеб, это вообще вся еда, вся одежда. Естественно, это имеется в виду не в буквальном смысле, не в том смысле, что человек вот именно получает эти деньги, а в том смысле, что он производит столько продукции, которые сейчас вот стоят примерно столько, примерно доллар в день. В смысле, человек производит какое-то количество продукции, да, и в результате его семья получает доход доллар в день на человека. Люди жили где-то на грани вымирания, да, то есть если происходил неурожай, то люди просто вымирали с голоду. Да, вы, наверное, помните, да, вот из каких-то исторических книг. Средняя продолжительность жизни 29 лет. Пушкин умер глубоким стариком. Дальше. Большинство населения, это что такое-то, жители села, которые вставали в 6 утра, да, выходили на поле, в 10 вечера возвращались домой. Извините, это мужское население, да, мужское, конечно, население. Да, в 10 вечера возвращались домой, ели и сразу же ложились спать, и снова в 6 утра на следующий день на поле, да. Женщины, видимо, работали дома, хотя там не так много данных. Дети, да, самого малого возраста, уже помогали родителям, то есть они не учились, как мы сейчас в школах, да, с самого начала шли и шли на поле, там, или шли помогать где-то в доме. Значительная часть населения была безграмотная, да, то есть как мы сейчас меряем уровень образования, каков процент населения имеет высшее образование, да, там 30 процентов, о, это хорошо, да. Как мы меряли образование 300 лет назад, каков процент населения вообще умеет читать, да. Большинство населения было безграмотное. Вот есть такая оценка, что вся информация, которую один человек в среднем получал за жизнь, это примерно столько, сколько содержится в современном выпуске газеты «Коммерсанты», да. Что там за информация была? Ну, Маруси, корова сдохла там, да, Васька женился. Значит, есть такой удивительный факт, что население Земли росло очень медленно, да, но при этом население было стабильно. В каком смысле? Что если происходили какие-то войны, если чума, например, в результате чумы вымирала большая часть населения, то численность населения очень быстро возвращалась к прежнему уровню. Ну, не очень быстро, да, ну, там, за сто лет. И вот есть такая фамилия Сергея Павловича Капица, которая вот впервые открыла этот результат. Капицу, наверное, все знают, да, очевидно, невероятная. В настоящее время таких тенденций нет. В настоящее время это не работает, да, что-то изменилось. Дальше, технический прогресс, да, темпы технического прогресса были очень низкими, да, но, тем не менее, технический прогресс был. Но при этом технический прогресс, в отличие от того, что происходит сейчас, тогда он не приводил к росту выпуска на души населения, да, благосостояние не росло в результате технического прогресса. Если, скажем, китайцы придумали какой-то суперэффективный способ производства риса, то что произошло? Да, китайцев стало много, но доход в расчете на одного китайца оставался низким. Значит, выпуск на души населения не рос, несмотря на то, что был технический прогресс. Значит, начало роста — это первого половины XVIII века, Англия, да, называют промышленной революцией, и, собственно говоря, в основе это широкое распространение ткацких станков. Тогда можно было вложиться в бизнес, купить ткацкий станок. Конечно, не каждый себе мог это позволить, но было много людей, которые могли себе это позволить. И получить прибыль, да, в результате количества ткацких станков росло, производство росло. И в отличие от предыдущих инноваций, да, до этого тоже было много инноваций, там, мореплавание, открытие колеса, да, изобретение колеса, покорение огня, до этого тоже было много инноваций. Но в отличие от предыдущего периода, это почему-то привело к росту выпуска на душу населения в Англии. И с тех пор одна страна за другой, весь мир постепенно подключается к этому процессу, весь мир растет. Вот за XVIII век, за 50 лет, за 50 лет экономика Англии выросла на 10%. Сейчас это окажется копейки, но тогда просто люди все с ума подсходили от того, что что-то вообще выросло. Значит, XIX век, темпы роста уже стран-лидеров, это что такое, Европа, США, вот темпы роста таких стран достигают 1-2% в год. В XX веке это 2-3% в год. Сейчас, вот XXI век, до того момента, когда начался кризис, да, до начала кризиса, весь мир в среднем рост на 3,5% в год. Значит, если какая-то величина растет на 100% в год, то за какое время она удвоится? Если на 100% в год, то за год это удваивается, да. Но если на 1% в год, да, тогда она возрастет вдвое быстрее, чем за 100 лет. Почему? Потому что сложные проценты, да, потому что проценты на проценты. Таким образом, вот у нас есть правило 70, да, для маленьких темпов роста. Если у нас весь мир растет на 3,5% в год, то эта величина удваивается за сколько? За 20 лет где-то, да. 70 делить на 3,5% получается 20 лет. Значит, раз в 20 лет выпуск удваивается, да. Это значит, раз в 100 лет, да, он успеет удвоиться сколько? 5 раз. 2 в 5 это 32, да, то есть за 100 лет он возрастет в 32 раза. За 1000 лет, да, за 1000 лет, вот здесь посчитано, в 10-15 степени раз возрастет. Да, 3,5% в год, это на самом деле огромная величина, да, за 1000 лет. 10-15 степени раз, да, то есть вот у вас есть сейчас какой-то доход, умножить его на 10-15, да. На первый взгляд кажется, зачем вам столько денег, да, зачем вам столько денег. Ответ на этот простой. Если бы человека 300 лет назад сказали, что он будет зарабатывать в 10 раз больше, да, у него тоже мог возникнуть вопрос, возникнуть вопрос, зачем ему столько хлеба, да, зачем ему столько хлеба. Вот по поводу инерционных прогнозов есть хороший пример. В середине 19 века французские экономисты построили прогноз перевозок пассажиров в Париже на 100 лет вперед. То есть каков будет объем перевозок пассажиров в Париже в 1950 году. Да, и они пришли к выводу, что объем перевозок настолько возрастет, что Париж окажется покрытым трехметровым слоем навоза. Что-то в каком смысле они были правы, да. Значит, в чем, что я хотел сказать, да, что вот 300 лет назад, да, нам, если бы нам сказали, что он зарабатывал в 10 раз больше, мы бы задали вопрос, зачем нам столько хлеба, да. Ну, сейчас мы знаем, зачем нам столько денег. Да, точно так же, если через тысячу лет будем зарабатывать 10-15 степени раз больше, да. Вот сейчас мы не знаем, зачем это нам пригодится, но через тысячу лет узнаем. Дальше. Значит, что произошло за последние 300 лет назад, да. Значит, средняя продолжительность жизни возросла вдвое, да. Доля безграмотного населения, ну, если брать развитые страны, то это практически ноль, да, но в каких-то странах она осталась. Значит, значительная часть населения имеет высшее образование, то есть учатся сколько, там, по 15 лет, да. Значительно возросло качество медицинского обслуживания, появилось множество продуктов, которых мы раньше даже не слышали, скажем, интернет, да. То, что мы практически бесплатно сейчас можем общаться с другим концом земли мгновенно, да. Там 300 лет назад никто такого вообразить не мог. Значит, рост дохода сопровождался ростом общего уровня жизни. Значит, вот то, что я рассказал, да, это можно обозначить выражением экономический взрыв, экономический взрыв. Вот если изобразить динамику выпуска на душу населения, да, выпуск на душу населения, вот, там, 5000 лет до нашей эры, вот, в текущее время, да, то на протяжении тысячелетия это была практически константа, да, и тут она возросла в 10 раз, да, это по историческим меркам это взрыв. И это не единственный взрыв, да, значит, вместе с экономическим взрывом произошли еще два взрыва, демографический и технологический. Значит, демографический взрыв, он еще более впечатляющий. Вот известная формула, да, я не знаю, кто ее впервые вывел, да, но она известна, что население Земли вот до 2005 года легко аппроксимировать, хорошо аппроксимироваться с такой формулой. 120 миллиардов разделить на 2025 минус год, да. То есть понятно, что такой формулой нельзя аппроксимировать на будущее. Например, на 2025 год нельзя самопредсказать, да. Это формула, которая хорошо работала, там, до 2005 года, сейчас население медленнее растет. Но, тем не менее, да, это на самом деле, это еще более, что-то более впечатляющее, чем экономический рост. Чем экономический рост, да. Вот 2025 год, 2005 год, что получается, 6 миллиардов, да, 6 миллиардов по этой формуле. 1985 год, то есть 20 лет назад, получается уже 3 миллиарда. В два раза меньше. Еще 40 лет назад, 1945, получается полтора миллиарда, да. То есть цифры огромные, да, и вот если посмотреть на картинку, как выглядит график этой функции, да, это еще что-то более впечатляющее, чем экономический взрыв. Дальше, технологический взрыв. Здесь у нас нет никаких цифр, да, нет никаких цифр, цифры сложно представить, да, какой цифрой охарактеризовать технологию. Но мы можем просто сравнить, да, что было до начала 18 века и после начала 18 века. И оказывается, что практически любому открытию, которое было до начала 18 века, можно противопоставить что-то не менее значимое, что было после 18 века. Например, до начала 18 века покорение огня, да, после начала 18 века покорение атома, да, что-то не менее значимое. Изобретение колеса после изобретения двигателя внутреннего сгорания. До судоходства после полета в воздухе и в космосе, да, это все не менее значимое открытие. И если подумать над этим, то действительно можно продолжать этот список долго, и каждому открытию, которое было до 18-го, можно противопоставить что-то не менее значимым после 18-го века. Значит так, у нас произошло три взрыва, экономический взрыв, демографический взрыв и технологический взрыв. И первый фундаментальный вопрос, с которым мы начали, это каковы причины этих взрывов. Итак, сегодня мы с вами поговорим только об экономическом взрыве, но вообще теория экономического роста, она все три охватывает. Это все взаимосвязанные вещи, их нельзя отдельно объяснить, что происходит с демографией, несмотря на экономику. Нельзя объяснить экономику, несмотря на демографию. Все эти вещи взаимосвязаны. Значит так, первый фундаментальный вопрос, каковы причины экономического роста? Можем ли мы ожидать, что достигнутые темпы роста, 3,5% в год в среднем мире, сохранятся надолго? Можем ли мы такое ожидать? Может ли правительство что-то сделать, чтобы усилить экономический, это самое, усилить, увеличить темпы экономического роста? Если может, то что именно? Значит, второй вопрос. Второй вопрос. Почему одни страны богаче, другие беднее? Вот если посмотреть на динамику, на динамику ВВП на душу населения, да, как это будет выглядеть? Значит, вот здесь вот год, здесь логарифм ВВП на душу населения. Почему логарифм? Мы знаем из математики, да, что если какая-то величина растет с постоянным темпом, то графики логарифма, это вот прямая линия, да, то есть если мы увидим прямую линию, то это, значит, постоянный темп роста. Здесь вот отмечаем, там, скажем, 1800 год, здесь 2000 год. Как выглядит вообще эта картинка, как она выглядит? Для таких стран, как Европа, США, это была там практически прямая линия, да, там может быть чуть-чуть иногда с провалами, извините, не прямая линия, да, она выпуклая линия, то есть вот 20 век, она практически прямая линия, да, здесь она практически прямая, здесь она тоже практически прямая, но вот где-то здесь вот между 1870 и 1940, где-то здесь произошло увеличение темпов роста, да, с тех пор мы растем быстрее. Значит, такие страны, как США, Европа, у них такая динамика. Дальше, если посмотреть на другие страны, там яркий пример, это что, Япония, Южная Корея, Гонконг, изначально это бедные страны, беднее, чем США, и на самом деле до начала Второй мировой войны это оставались очень бедными странами, и на душу населения это было очень низким. И после Второй мировой войны в 50-х эти страны начинают очень быстро расти, да, то есть если США растет здесь вот на 2-3% в год, то эти страны растут до 10% в год, они быстро догоняют развитые страны, и дальше растут вровень с ними, да, это так называемые чудеса роста. Чудеса роста. Чудеса роста. Дальше, третий тип стран, это страны, которые в окрестности пустыни Сахары, да, африканские страны, у них изначально выпуск на душу населения относительно маленький, дальше он начинает медленно расти, и вот где-то в 60-х у них происходит спад, в том снова там дела начинают налаживаться. В 60-х, это 60-х, 20-х века, что соответствует этому периоду в африканских странах? А? Независимость, да, деколонизация. Значит, европейцы ушли оттуда, там все рухнуло. И, наконец, третий, это трагедия роста, да, трагедии. И, наконец, четвертый, четвертый тип динамики, который встречается, это Зимбабве, да? Зимбабве, там роста никогда не было и нет, и в ближайшее время не ожидается, да? Значит, это, на самом деле, единственная страна в мире, в которой выпуск на душу населения за весь 20-й год, за весь 20-й век не вырос, а сократился, да? Это единственная страна, которая стала беднее. Там очень большие проблемы с правами собственности, да, у них есть привычка отобрать все, что есть. Все, что есть, поэтому европейцев оттуда вот такими методами вытеснили. У них недавно была гиперинфляция, да? Слышали, наверное, историю? Вообще, про Зимбабву очень много можно рассказывать, очень интересная страна. Я однажды в интернете наткнулся на этот самый, отчет о монетарной политике Центробанка Зимбабве, они зачем-то сделали на английском. Отчет начинался со слов в то время, как вражеские страны нацелили на нас свои копья и стрелы, а заканчивался с головами и с чистым сердцем и отправляют этот отчет Господу Богу. В середине там что-то было про футбол и про то, что нужно выращивать больше риса. В общем, неудивительно, что у них нету темпов экономического роста, нету положительного роста. Зимбабву это отдельный случай. Значит, вот четыре типа роста. Плавный рост год от года, чудеса роста, трагедия роста и отсутствие роста как такового. Второй фундаментальный вопрос, какова причина различия в доходах между странами? Почему рабочие в Соединенных Штатах Америки за час производят столько продукции, сколько рабочие в Индии за целый день? Может ли правительство Индии сделать что-то, чтобы увеличить производительность труда, чтобы догнать США, если да, то что именно? Значит, вот два фундаментальных вопроса. Какова причина экономического роста, какова причина различия в доходах между странами? И я напомню фразу Роберта Лукса, который сказал, что однажды, задумавшись над этими вопросами, сложно думать о чем-то еще. Теперь вы, наверное, понимаете, почему экономисты так часто думают. И, собственно говоря, единственная модель, которую мы сегодня с вами успеем разобрать, это модель Роберта Солу. Теория экономического роста Роберта Солу. Это статья какого? 1956 года. Какие-то теории роста существовали и до Роберта Солу. Но сейчас они уже не пользуются спросом. Они сейчас изучаются только с точки зрения истории экономической мысли. А теория Роберта Солу до сих пор остается актуальной. Значит, любая модель по теории роста, она может быть даже не похожа на модель Солу, но любой экономист, смотря на любую другую модель, он сравнивает ее обязательно с моделью Солу. И Солу разрабатывал свою модель как теорию роста. Но на самом деле сейчас даже все современные теории по деловым циклам, они в какой-то степени включают в себя модель Солу. Значит так, Роберт Солу ищет ответ на вопрос. Что у него за вопрос? Он концентрирует внимание на динамике накопления физического капитала. Это единственное, что он более-менее серьезно рассматривает. Вопрос, можно ли объяснить экономический рост, различия в доходах между странами, изучая лишь динамику накопления физического капитала. Все остальное для Роберта Солу не важно, человеческий капитал, технический прогресс, политическое устройство общества, он не обращает внимания на эти детали, он смотрит только на физический капитал. Значит вопрос, можно ли объяснить экономический рост только накоплением физического капитала. Так, сейчас мы выключим ненадолго презентацию. И модель Роберта Солу мы с вами будем выписывать на доске. Значит он концентрирует внимание на динамике накопления физического капитала, но при этом главная гипотеза, главная гипотеза, которую он использовал, какая? Что использовал Роберта Солу, чего не было в предыдущих моделях по росту. Он использовал специфическую форму производственной функции. Основная гипотеза Роберта Солу, это не классическая производственная функция, которая сейчас, это самое, используется практически везде в макроэкономике. Неклассическая производственная функция. В чем ее такие неклассические свойства? Как она, во-первых, записывается? Выпуск, выпуск, это функция от чего? От капитала и некого произведения А на Л. Л — это труд, А — это какой-то параметр технического прогресса. Выпуск зависит от количества использованного капитала, от труда и от параметра технического прогресса. Какие особенности этой производственной функции? Первая особенность — это то, что здесь время напрямую не входит. Здесь нету запятая, время. Л — труд, это будет в каком-то смысле функция от времени. А — это какая-то функция от времени. Но в самой производственной функции времени нет. Что это значит? Это значит, что если мы будем наблюдать рост выпуска, то он будет происходить только потому, что растет какой-то из факторов производства. Либо растет капитал, либо растет А, либо растет Л. Он не будет расти по другим причинам. Значит, это первая особенность. Но это не главное. Главная гипотеза Роберта Солу — это постоянная отдача от масштаба и несовершенная заменимость между факторами. Значит, постоянная отдача от масштаба. Постоянная отдача от масштаба. Насколько эта идея хорошая? Что стоит за этой идеей? На самом деле гипотеза постоянной отдачи от масштаба — это гипотеза возможности клонирования. Возможности клонирования. Помните, у нас там несколько лет назад овечку клонировали? Лет 10 назад. Значит, в чем идея? Вот у нас есть завод. У него есть труба, и с трубы идет дым. В ней работают рабочие. Что значит клонирование? Мы строим рядом точно такой же завод. Ставим сверху точно такую же трубу, пускаем точно такой же дым и нанимаем точно таких же рабочих. Что в итоге происходит? В итоге мы используем в два раза больше капитала, в два раза больше труда. И что происходит с выпуском? Увеличивается в два раза. Мы каждый фактор производства увеличивали в два раза, и в результате выпуск возрос в два раза. Как это формально записывается? Формально F. Значит, мы вместо каждого фактора производства подставляем лямбда умножить на этот фактор. Лямбда умножить на капитал. Лямбда умножить на АЛ. И что мы получаем? Мы получаем выпуск, который возрос в лямбда раз. То есть если бы мы использовали столько же факторов, сколько раньше, F от К АЛ. Только теперь мы выпуск умножили на лямбда. Значит, вот гипотеза производства, постоянная отдача от масштаба. Каждый фактор производства увеличили в лямбда раз. Лямбда какая-то положительная константа. В итоге выпуск возрос в лямбда раз. Всегда это так? Нет, мы знаем, что это не всегда так. Почему это может быть не так? Но отдача от масштаба может быть возрастающая, может быть убывающая. Типичная причина, почему отдача от масштаба может быть убывающая, в том, что у нас могут быть какие-то абсолютно ограниченные ресурсы, которых не хватает для того, чтобы построить рядом второй завод. Например, у нас завод стоит на земле. Если у нас земли рядом нет, что нам приходится делать? Нам приходится второй завод строить сверху на первом. И, скорее всего, нам потребуется больше ресурсов, чтобы произвести такой же выпуск. Значит, это будет убывающая отдача от масштаба. Может быть возрастающая отдача от масштаба. Какие у нас примеры возрастающей отдачи от масштаба? Мой любимый пример – это Газпром. В смысле, как пример любимый. Вот труба, вот радиус трубы. Пропускная способность трубы, то есть выпуск. Чем он определяется? Он пропорционален площади трубы. 2 PR. Извините, площадь PR квадрат. А стоимость изготовления трубы чем определяется? С стоимостью стали, которая определяется длиной окружности. Значит, издержки пропорциональны 2 PR, длине окружности. Значит, если мы радиус трубы увеличиваем в два раза, издержки возрастут в два раза, а выпуск – в четыре. Да, возрастающая отдача от масштаба. Поэтому, собственно говоря, транспортировка газа – это, естественно, монополия. Значит, у нас может быть возрастающая отдача, убывающая. Да, не факт, что у нас постоянная. Значит, насколько хорошая аппроксимация, то, что это постоянная отдача от масштаба? Ну, то, что… Вот есть оценки, да, насколько велика роль природных ресурсов. Да, насколько велика роль природных ресурсов. Если у нас экономика растет, скажем, в Соединенных Штатах Америки, вернее, у них, на 3% в год, тогда за счет природных ресурсов замедление темпов роста будет составлять примерно четверть процента в год. То есть вот у нас эффект убывающей отдачи от масштаба. Важный эффект, но не ключевой эффект. По поводу возрастающей отдачи от масштаба. Можно… Здесь у нас нет конкретных данных. У нас возрастающая отдача, если возрастающая – это настолько. Ну, вряд ли она возрастающая настолько, что выводы, которые мы сейчас сделаем из модели, кажутся неверными. То есть может быть, она возрастающая на 2%, на 3%, на 5%, но выводы из модели все равно останутся такими же, как если бы она была постоянная. Чтобы выводы из модели поменялись, нам нужна какая отдача от масштаба? Ну, там в полтора раза выше, порядок такой цифры, чтобы выводы поменялись. Хорошо, значит, отдача от масштаба может быть… Мы предполагаем, что отдача от масштаба постоянна. Она в реальной жизни может быть не постоянна, но не похожа, что она отличается настолько, что выводы из модели меняются. Значит, постоянная отдача от масштаба. Дальше, что еще предполагаем об этой гипотезе? Несовершенная заменимость факторов. Значит, предельная производительность капитала. Предельная производительность капитала. Это что такое? С одной стороны это производная по капиталу, с другой стороны она показывает, насколько увеличится выпуск, если мы увеличим запас капитала на единицу. Насколько увеличится выпуск, если увеличим запас капитала на единицу. И что мы предполагаем? Мы предполагаем, если мы увеличим капитал, тогда выпуск увеличится, то есть производная положительна. Но при этом, если мы будем наращивать капитал, а труд оставим постоянным, то производная вот эта вот будет сокращаться. То есть с ростом капитала вот эта производная сокращается, это значит вторая производная отрицательна. Вторая производная отрицательна. Значит, предельная производительность капитала возрастает, положительно, извините, положительно, но убывает, положительно, но убывает. То же самое про труд, да, предельная производительность труда, да, я вот здесь напишу по второму аргументу, да, почему я пишу не по труду, да, потому что у нас второй аргумент, это А умножить на Л. Значит, вторая производная положительна, извините, производная по второму аргументу положительна, вторая производная по второму аргументу отрицательна. Ну, и с постоянной отдачей от масштаба вот таких вот свойств можно доказать, что там смешанно-производный бот положительный. Смешанно-производный бот положительный. То есть, если мы увеличим капитал, тогда предельная производительность труда возрастет. Если мы увеличим труд, тогда предельная производительность капитала возрастет. Значит, вот главная самая гипотеза, которую использовал Роберт Соло. Постоянная отдача от масштаба и положительная убывающая предельная производительность каждого фактора. Дальше, какие он еще гипотезы использовал? Значит, нейтральный по Хараду технический прогресс. Нейтральный по Хараду технический прогресс. Что имеется в виду? Технический прогресс у нас перемена, которая соответствует техническому прогрессу, это А. Если технический прогресс вообще не нейтральный, то что это значит? Это значит, что у нас производственная функция зависит от k, труда, l, а. У нас тогда а было бы через запятую здесь. Здесь именно перемножается на труд. Перемножается на труд параметр технического прогресса, поэтому он называется нейтральным по Хараду. Какие еще бывают случаи? Бывают случаи нейтральных по Хиггсу. По Хиггсу это что такое? Когда на параметр производительности умножается вся производственная функция. Это нейтральный по Хиггсу технический прогресс. Мы могли бы еще домножить на капитал, там названия специального нет. Мы могли бы еще на капитал домножить. Почему именно по Хараду берем? Как вы думаете? Ладно, это шучу над вами, иначе ничего не получится. Иначе мы не сможем сделать те выводы, которые сейчас сделаем. Если кто знаком с моделью Соло, то значит тогда модель Соло не будет удовлетворять фактом Калдера. Если мы сделаем другую гипотезу здесь, то модель Соло не будет удовлетворять фактом Калдера. Штутку факта Калдера мы поговорим чуть попозже. Значит, вот по поводу производственной функции все. Остальные гипотезы, сейчас мы их выпишем, но они оказываются не столь важными по сравнению с гипотезой о том, как выглядит производственная функция. Какие мы еще гипотезы используем? Во-первых, гипотеза, как факторы накапливаются. Значит, накопление факторов. Какие у нас факторы производства, капитал, труд и вот А можно тоже назвать накоплением факторов. Значит, Роберт Соло, он концентрирует внимание на динамике накопления капитала. Это значит, что единственная переменная, которую он рассматривает более-менее подробно, это накопление капитала. Значит, откуда мы берем накопление капитала? Мы предполагаем, что в каждый момент времени какая-то фиксированная доля выпуска сберегается, какая-то оставшаяся доля выпуска потребляется. Значит, С — это норма сбережений. Норма сбережений. Норма сбережений, которая просто как-то экзоген уже дается в модели, это константы. Это константы. Значит, общая величина сбережений — это что такое? Это норма сбережений умножить на выпуск. Все сбережения. Дальше рассматривается закрытая экономика. Значит, если кто помнит, что это значит, это значит, что у нас чистого экспорта нет. Дальше рассматривается экономика без государства, значит, у нас нет госзакупок, нет налогов. Это значит, что у нас весь выпуск либо потребляется, либо сберегается. Или весь выпуск либо потребляется, либо сберегается. Значит, вот норма сбережений. Это выпуск, который сберегается, оставшаяся часть потребляется. Все, что сберегается, идет в инвестиции. Равно инвестиции. Дальше. У нас инвестиции бывают, существует много классификаций инвестиций. Одна из классификаций, то что инвестиции бывают валовые и чистые. Это валовые инвестиции. То есть сколько мы всего денег вложили в экономику. Куда могут пойти эти валовые инвестиции? На две вещи. Во-первых, на амортизацию, на восстановление изношенного оборудования. Во-вторых, на создание нового оборудования. Создание нового оборудования, это соответствует чистым инвестициям и амортизации. Все инвестиции идут либо на создание нового оборудования, либо на амортизацию. Что такое создание нового оборудования? Мы это обозначаем КАС-точкой. Точками сверху практически всей макроэкономики обозначаются производные по времени. КАС-точкой. Прирост во времени. Значит, прирост капитала за счет чего происходит? За счет сбережений, но при этом капитал выбывает за счет физического износа, за счет амортизации. Значит, вот уравнение динамики накопления капитала. Дальше, какие еще гипотезы есть по поводу накопления факторов? У нас еще остался труд и параметр технического прогресса. Значит, мы предполагаем, что обе эти величины растут с каким-то постоянным экзогенно заданным темпом. То есть L с точкой к L. Это что такое? Темп прироста населения. Насколько процентов в год приростает население? Предполагаем, что это N, константа. То есть какие-то вопросы можно сразу же задавать. Значит, это что значит? Это дифференциальное уравнение, его можно решить. У нас решение будет выглядеть как L равняется L нулевое умножить на E в степени НТ. И аналогичное уравнение для параметра технического прогресса. Значит, A с точкой к A. Темп прироста технологии. Это G, какая-то константа. Я думаю, это мнемоника для growth. И то же самое дифференциальное уравнение, которое можно решить и получить, что A равняется A нулевое на E в степени ЖТ. Значит, вот накопление факторов. В общем-то, это практически все гипотезы. Еще одна гипотеза будет сделана чуть позже. Так называемые условия надо здесь еще не хватает. Но мы пока не умеем вводить условия надо, поэтому введем их чуть позже. Хорошо, значит, вот гипотеза. Вот гипотезы. Мы хотим понять, как изменяется динамика выпуска, либо динамика выпуска на душу населения в такого рода модели. Но какая здесь сложность? У нас здесь выпуск — это функция от трех переменных. И как-то мы не очень привыкли к четырехмерным пространствам. Три аргумента, одна функция. Хотелось бы количество измерений сократить. Что мы делаем? Общая идея такая. Вот наша экономика. Вот наша экономика. Давайте всю экономику разобьем на АЛ равных частей. Здесь у нас АЛ равных частей. Значит, АЛ равных частей. И рассмотрим, что происходит в одном маленьком квадратике. Вот здесь вот. Что происходит вот здесь? Значит, во-первых, да, я не сказал, у нас АЛ — это труд, а произведение АНЛ как называется? Эффективный труд, да. Произведение АНЛ называется эффективный труд. Значит, вот здесь у нас мы делим все на количество единиц эффективного труда. Первый вопрос. Сколько будет единиц эффективного труда в одном маленьком квадратике? Одна. Значит, одна единица эффективного труда. Дальше. Сколько будет капитала? К маленький обозначаем. Это сколько капитала в экономике? Делим на АЛ. Делим на число единиц эффективного труда. Дальше. Выпуск. Игрек маленькая, да, в этом маленьком квадратике. Что-то такое. Значит, это выпуск в экономике в целом разделить на АЛ. И от чего это будет зависеть выпуск? Значит, в общем случае выпуск зависит от капитала и числа единиц эффективного труда, да. У нас здесь число единиц эффективного труда единица. Поэтому выпуск будет зависеть только от капитала, который есть в этом маленьком квадратике. Только от К маленького. И дальше мы изучаем все, что происходит в этом маленьком квадратике. Что происходит в экономике в целом? Ну, у слонов так же, как у бабочек, да. Только больше. У нас гипотеза постоянной отдачи от масштаба, поэтому в экономике в целом все то же самое, что в одном маленьком квадратике, только все умножено на а. Постоянная отдача от масштаба. Дальше. Как это формально сделать? Формально мы пользуемся гипотезой постоянной отдачи от масштаба. Гипотеза постоянной отдачи от масштаба, как записывается, что если мы количество ресурсов увеличим в лямбда раз, то выпуск возрастет в лямбда раз. В математике это как называется? Однородная первая степень. В математике это функция однородной первой степени. Это уравнение верно. Это уравнение выполняется для любого значения лямбда, в том числе для лямбда равная 1 делить на аль. Это уравнение тоже выполняется. Давайте посмотрим, что получится, если подставить сюда лямбда равная 1 делить на аль. Слева что получится? Ф. Здесь капитал разделить на аль. Это капитал разделить на число единиц эффективного труда. получается капиталовооруженность эффективного труда. К маленькой получается. Здесь что получается? АЛ делить на АЛ получается единица. АЛ делить на АЛ получается единица. Справа что получается? Ф это выпуск. Выпуск мы делим на число единицы эффективного труда, получаем у маленькая. Получается выпуск это функция от капиталовооруженности эффективного труда, ну и абсурдное выражение функции от единицы. Мы вот это все переобозначаем как f маленькая от k маленького. Переобозначаем. И получаем ровно вот эту форму записи. Производительность эффективного труда у маленькая это функция от капиталовооруженности эффективного труда. Производительность эффективного труда это функция от капиталовооруженности эффективного труда. Хорошо, значит вот мы свели производственную функцию к функции от одного аргумента. Дальше что мы хотим? Мы хотим понять как изменяется динамика k маленького. У нас в гипотезах есть. У нас в гипотезах есть динамика k большого, просто капитала в экономике. Хотим посмотреть, как к маленькой изменяется капиталовооруженность эффективна труда. Что мы делаем? Капиталовооруженность эффективна труда. По определению, это капитал разделить на АЛ. Давайте продифференцируем вот это уравнение с левой и справа по времени. С левой и справа дифференцируем по времени. С левой получится К с точкой. Справа нужно вот это все, что в скобках, продифференцировать по времени. Что получится? здесь точка над всей скобкой, не над капиталом, а над всей скобкой. Дифференцируем. Значит, это у нас частная. Это что? Производная числителя k с точкой, умножить на знаменатель, минус производная знаменателя. В знаменателе у нас стоит произведение. То есть а с точкой l плюс l с точкой а. И все это умножить на числитель, умножить на k. И поделить на знаменатель в квадрате al квадрат. Хорошо, теперь каждое слагаемое делим вот на этот знаменатель, на l квадрат. Что у нас получится? Во-первых, вместо k с точкой что подставляем? У нас было уравнение, что k с точкой, изменение капитала, это сбережение s маленького умножить на у, минус delta k. s маленького умножить на у. Так я вот спешу специальным видом. Я сначала запишу все числители, потом поделю. s маленького умножить на у, минус delta k, все это умножить на al. Дальше здесь у нас что будет? Здесь у нас что будет? a с точкой l плюс l с точкой а. Здесь k. Теперь как я поделю? Вот это вот поделю на al, вот это вот поделю на al, здесь будет минус, вот это вот, здесь вот каждое слагаемое поделю на al. Вот так вот. И вот это поделю на al. Но если перемножить назад, здесь получится l квадрат, здесь получится l квадрат. Дальше, что такое y разделить на al? Выпуск разделить на число единиц эффективного труда, производительность эффективного труда. s умножить на у маленький. Дальше, капитал разделить на число единиц эффективного труда, капиталовооруженность эффективного труда, минус delta k маленький. Дальше, al здесь сокращается, al здесь сокращается, минус. Вот здесь вот l сокращается, остается а с точкой к а. Значит, по нашим предположениям, это был темп технического прогресса, который задается экзогенной и обозначается буквой g. Дальше, здесь а сокращается, остается l с точкой к l. Это, по нашим предположениям, темп роста населения, который тоже задается экзогенной, обозначается буквой n. И здесь капитал разделить на число единиц эффективного труда, это капиталовооруженность эффективного труда, k маленький. Значит, что осталось? Перегруппировать слагаемые, вместо y подставить f от k маленький. Получаем, я туда вам запишу, что получаем, k маленькая с точкой, это капиталовооруженность эффективного труда, производная по времени. Изменение капиталовооруженности эффективного труда, это s умножить на f от k, минус n плюс g плюс delta k. Что здесь что? k капиталовооруженность эффективного труда, производная, значит, изменение капиталовооруженности эффективного труда. Дальше, первое слагаемое показывает, за счет чего растет капиталовооруженность эффективного труда. Это что такое капитал в этом маленьком квадратике, который мы рисовали? От выпуска в этом маленьком квадратике, в этом маленьком квадратике производится только единиц продукции, и такая доля от этого выпуска сберегается, значит, вот это все получается сбережение вот в этом маленьком квадратике, то есть сбережение на единицу эффективного труда. Значит, капитал вооруженности эффективного труда возрастает за счет сбережений на единицу эффективного труда. За счет чего она сокращается? Во-первых, износ, да, вот дельта это износ, дельта износ, норма амортизации. У нас в экономике в целом капитал изнашивается, значит, вот в одном маленьком квадратике он тоже будет изнашиваться, значит, здесь будет минус дельта к. Но кроме того, что у нас капитал изнашивается, что еще происходит? Вот мы экономику делили на а л квадратиков, и это количество квадратиков со временем увеличивается. Значит, мы что делаем? Мы капитал, как масло по бутерброду, размазываем все более и более тонким слоем на экономику, и в результате капитала в расчете на один квадратик, в расчете на одну единицу эффективного труда становится меньше. С каким темпом этот процесс происходит? С темпом n плюс g, с темпом роста населения, с темпом технического прогресса. Значит, вот это что такое? Это инвестиции на единицу эффективного труда. Вот это вот что такое? Это выбытие к маленького, капиталовооруженности эффективного труда. За счет чего? За счет амортизации и роста населения и роста параметра технического прогресса. Значит, второй слагаемый – это выбытие. Значит, растет капитал, сокращается капитал. Значит, если первое слагаемое больше второго, тогда капиталовооруженности эффективного труда в экономике в целом будет расти. Если меньше, то будет сокращаться. Дальше мы рисуем, что диаграмму Солу. Вообще-то, что мы получили? Мы получили дифференциальное уравнение первого порядка. Значит, то, что это уравнение первого порядка, это облегчает нам жизнь. Но то, что это нелинейное уравнение, немножко усложняет нам жизнь. Стандартный способ анализировать нелинейное уравнение – это что такое? Фазовую диаграмму построить. Но почему-то для модели Солу принято строить не фазовую диаграмму, а диаграмму Солу. В общем-то, практически одно и то же. Чуть-чуть просто по-другому строится. Значит, диаграмма Солу. Как она строится? По горизонтальности откладывается капиталовооруженность эффективного труда. К маленькая. По вертикальности что откладывается? Ну, там много чего может откладываться. Там выпуск, например, у маленькая, потребление до инец эффективного труда, С маленькая. Там еще что-то может откладываться. И какие линии мы строим? Значит, первая линия – выпуск. f от k. Что такое f от k? И мы что предполагали об этой производственной функции? Во-первых, что производная по капиталу положительна, то есть это возрастающая функция. Во-вторых, то, что производная по капиталу… Вторая производная отрицательна, то есть она вогнутая функция. Значит, функция возрастающая и вогнутая. И почему-то вот так вот принято предполагать, что эта функция выходит из нуля. Вообще, то, что эта функция выходит из нуля, это на самом деле ничем обосновать нельзя, кроме того, что мы это предполагаем. Кроме того, что мы это предполагаем. То есть мы предполагаем, что если капиталовооруженность эффективна труда 0, то выпуск тоже 0. Значит, это f от k. Дальше. Теперь. Вот в этой формуле стоит что? Не f от k, а норма сбережения умножить на f от k. То есть, скажем, 20% от f от k. Что будет, если мы эту функцию умножим на константу меньше единицы? Она просто вот как приплюснется вниз. Приплюснется вниз. Примерно так выглядит s умножить на f от k. Дальше. Второе слагаемое. На счет у нас фактически инвестиций. Это у нас инвестиции. Дальше. Второе слагаемое. Это что такое? Это nj, дельта. Это какие-то параметры модели. Это константа. Константа какая-то. Умножаем на k. То есть прямая линия, выходящая из начала координат. n плюс g плюс дельта k. Это прямая линия, выходящая из начала координат. Значит, это у нас выбытие. Выбытие. Каманька. Дальше. У нас есть какое-то изначальное значение k0. k0. И для этого значения k0, что мы знаем? Вот у нас выпуск в экономике изначальный. y0. Дальше. Вот у нас инвестиции. Инвестиции s0.f от k0. Это выбытие. Мы видим, что инвестируется больше, чем выбывают капиталы. И вот разница, это как раз наша косточка, увеличение капитала вооруженности, эффективного труда, который работает положительно. Здесь косточка больше нуля. Косточка больше нуля. Это значит, что у нас капитал вооруженности, эффективного труда здесь растет. Мы движемся вправо. Мы движемся вправо. Теперь, что будет, если изначально значение капитала выше, чем точка пересечения? Значит, k0. Тогда у нас фактически инвестиции оказываются ниже, чем выбытие. Значит, капитал вооруженности, эффективного труда здесь сокращается. Значит, здесь косточка отрицательная. Косточка отрицательная. Здесь капитал вооруженности, эффективного труда. И для такой картинки экономика стремится к какому-то стационарному значению капиталовооруженности эффективного труда, касса звездочки. И в дальнейшем мы везде будем это называть траекторией сбалансированного роста. Сбалансированного роста. Траектория сбалансированного роста. Обычно после этой лекции ко мне подходит один или два студента, человека, и спрашивают, какой же здесь рост, если у нас здесь все константа. На самом деле константа что? Капиталовооруженность эффективного труда. Капиталовооруженность эффективного труда постоянно. Но что такое капитал? Капитал это капиталовооруженность эффективного труда умножить на АЛ. Умножить на число единицы эффективного труда. У нас А растет с темпом Ж, АЛ растет с темпом Н. Но здесь капитал не постоянный, он растет. Поэтому это именно сбалансированный рост. И раз экономика рано или поздно стремится к траектории сбалансированного роста, естественный вопрос возникает, каковы свойства экономики на траектории сбалансированного роста. Но прежде чем ответить на этот вопрос, небольшое маленькое техническое отвлечение, условия Инады. Это еще одна гипотеза. Инады это японский экономист. Про что эти условия? Вот мы с вами как-то нарисовали фактические инвестиции, выбытие капиталовооруженности, но мы могли бы нарисовать этот график по-другому. Как мы могли бы нарисовать этот график? Например, вот эта линия выбытия, а фактические инвестиции вот так идут. И в чем принципиальное отличие от этого рисунка в том, что здесь не существует пересечения, не существует k со звездочкой, не существует траектории сбалансированного роста с положительным запасом капитала. Как мы обходим такой случай? Мы вводим дополнительную гипотезу. Гипотеза какая? Что предел, при k стремящемся к нулю, предельной производительности, то есть f' от k стремится к бесконечности. То есть производная стремится к бесконечности, это что? Это вертикальная линия. То есть мы предполагаем, что в нуле это практически вертикальная линия. И таким образом исключаем вот этот случай. Какой еще случай возможен, когда траектории сбалансированного роста не существует? Возможен случай, когда асимптота вот этой линии, например, параллельно, например, они параллельны в пределе. Тогда они тоже пересекаться не будут. И как мы исключаем этот случай? Давайте я синим напишу. Значит, предел. Приказ, стремящимся к бесконечности, f' от k стремится к нулю. Значит, приказ, стремящимся к нулю, производная бесконечность, приказ, стремящимся к бесконечности, производная ноль. Что это такое? Это какие-то условия, которые нам гарантируют существование траектории сбалансированного роста. То есть они являются необходимыми условиями существования траектории сбалансированного роста. Можно придумать такую модель, когда вот эти условия будут нарушаться, при этом траектория сбалансированного роста все равно будет существовать. Но если вот эти условия выполнены, тогда мы точно знаем, что траектория сбалансированного роста существует. Соответственно, вот это достаточное условие существования траектории сбалансированного роста, и всегда в модели SOL предполагается, что эти условия выполняются. Эти условия выполняются. Дальше. Значит, траектория сбалансированного роста. Итак, если выполняются условия НАДА, тогда экономика в долгосрочном периоде стремится к какому-то стационарному значению кассы звездой, которая в дальнейшем называется траектория сбалансированного роста. Вопрос, каковы свойства экономики на траекторию сбалансированного роста. И, собственно говоря, это как раз то, за что Роберту Солу дали Нобелевскую премию. Значит, табличка. Такая большая, вот всю страницу. Здесь у нас будут стилизованные факты Калдера. Стилизованные факты Калдера. Здесь, наверное, каждое слово нужно пояснить, кроме факта. Но факты понятно, что такое. Калдер — это человек, который впервые открыл эти факты. Что значит стилизованные? Стилизованные — это значит, они представлены в каком-то виде. Например, у нас будут факты ставки процента. Что мы знаем о ставке процента? Вот можем нарисовать динамику развития. Но Калдер в каком виде это представлен? В среднем мы не видим тенденцию к тому, что ставка процента повышается или понижается. Мы говорим, что в среднем она константна в долгосрочном периоде. В среднем она константна. Стилизованные — это значит, представлены в каком-то стиле, в котором мы можем сравнить с моделью Солу. Слева стилизованы факты Калдера, справа свойства траектории сбалансированного роста в модели СОЛ. ТСР — это сокращение для траектории сбалансированного роста. Траектория, когда у нас кара, но косая звезда. То, что я сейчас расскажу, это не совсем, не в буквальном смысле те факты, которые сформулировал Калдер. Просто я их чуть-чуть перефразирую. Но в каком смысле перефразирую, скажем, если у нас выпуски труд растут и каждый с постоянными темпами, то это значит, что производительность труда, она будет либо константно, либо расти с постоянным темпом, либо сокращаться с постоянным темпом. В каком-то смысле эти факты эквивалентны. Так что если у нас капитал и труд изменяются с какой-то постоянной величиной, с каким-то постоянным темпом, то производительность тоже будет изменяться каким-то постоянным темпом. В этом смысле, что здесь не совсем факты Калдера, но что-то очень близко к фактам Калдера. Значит, первое. Выпуск. А, еще маленький факт. Что за факты? Это поведение, экономик, развитых экономик. За примерно 50 лет Калдер, не помню, в 64-м, что ли, написал эту статью. То есть в первой половине 20 века, но это сейчас до сих пор выполняется. Значит, первый факт. Что можем сказать об этих анамках? Во-первых, выпуск, капитал и труд растут приблизительно с постоянными темпами. Второй факт. Выпуски капитала растут примерно с равными темпами. Выпуски капитала растут примерно с равными темпами. Капиталовооруженность эффективна труда, умножить на А, умножить на Л. Значит, каковы будут темпы роста капитала на траекторию сбалансированного роста? Чтобы найти темпы роста, что делаем? Берем логарифмическую производную. Что такое логарифмическую производную? Логарифмируем и берем производную. Значит, логарифмируем что получаем? Логарифм К большого равняется логарифм К маленького плюс логарифм А плюс логарифм Л. То есть я напоминаю, что логарифм от произведения равен сумме логарифмов. Логарифм от произведения равен сумме логарифма. Теперь берем производную по времени. Значит, производная по времени — это сложная функция. Производная от внутренней функции — это что бот? Это бот K с точкой. Производная по времени — это K с точкой. Производная от внешней функции, от логарифма, это что такое? Единица на K. Получаем K с точкой K. Здесь то же самое. К с точкой K плюс A с точкой K плюс L с точкой L. Логарифмическая производная. Теперь, что мы знаем про K? Траекторию сбалансированного роста, капиталовооруженности, эффективно, труда постоянно. Значит, K — это константа, значит, K с точкой — это ноль. Дальше, про A. Параметр технического прогресса. Гипотеза, что параметр технического прогресса растет с постоянным темпом, экзогенно заданным G. Труд растет с экзогенным темпом N. Что получаем? G плюс N. Капитал на траектории сбалансированного роста растет с постоянным темпом, равным темпу технического прогресса плюс темп роста населения. Выпуск. Выпуск — это Y маленькая, то есть производительность эффективного труда, умножить на число единиц эффективного труда, умножить на AL. При этом Y маленькая — это что такое? Это F от K маленького. Это функция, которая зависит только от капиталовооруженности эффективного труда. На траектории сбалансированного роста — K маленькая константа, значит, производительность эффективного труда будет тоже константа какой-то. Дальше, берем точно так же производную по времени, логарифмическую, Y с точкой к Y, равняйте Y маленькая с точкой к Y маленькому, плюс A с точкой к A, плюс L с точкой к L. И выпуск Y маленькой произведения эффективного труда константа, значит, Y маленькая с точкой — это 0, значит, все это будет N плюс G. И, наконец, у нас гипотеза, что труд растет с темпом N. Что мы видим? Факты. Труд, капитал, выпуск растут примерно с постоянными темпами. Смотрим, на траекторию сбалансированного роста, темп роста капитала константа, темп роста выпуска константа, темп роста труда константа. Дальше, второе. Выпуски капитала растут примерно с равными темпами. Смотрим, капитал растет с темпом G плюс N, выпуск с темпом G плюс N, равные темпы. И быстрее, чем труд. Труд растет с стомпом n. Выполняется все. Все выполняется. Дальше. Второй факт. Третий факт. Ставка процента примерно постоянно. Ставка процента приблизительно константна. Приблизительно постоянно. Ставка процента приблизительно постоянно. Что мы можем сказать в модели Solo о ставке процента? И задача максимизации прибыли фирмой. Я не буду выписывать здесь задачу максимизации прибыли фирмой. Все представляют себе что-то такое, нет? Или нужно выписать? Хорошо. В макроэкономике фирма максимизирует прибыль. Фирма максимизирует прибыль. Прибыль это что такое? Это выручка минус издержки. Но в макроэкономике уровень цен всегда принимается равным единице. Урень цен всегда принимается равным единице. поэтому выручка и выпуск — это одно и то же. Значит, выпуск — это F от K,AL. И издержки — это что такое? Издержки на капитал и издержки на труд. Если мы вкладываем деньги в капитал, что мы теряем? Во-первых, мы могли бы положить эти деньги в банк, вложить эти деньги в банк, получать ставку процента. Во-вторых, у нас капитал изнашивается. Дельта — это норма износа капитала. Значит, на каждый рубль, вложенный в бизнес, мы теряем ставку процента, который могли получать с этого рубля, и мы теряем то, что этот капитал изнашивается. Минус. Минус — оплата рабочих. Зарплата умножить на количество рабочих. Максимизируем. Берем производную по капиталу. Что получаем? Предельная производительность капитала равняется R плюс дельта. Можно взять производную по труду, посмотреть, какие там условия первого порядка будут для труда, но нам это здесь не нужно. Для наших целей это не нужно. Предельная производительность капитала равняется R плюс дельта. Теперь по теореме Эйлера. Теорема Эйлера. Это вообще теорема про однородные функции. Про однородные функции. Там несколько результатов. И каким результатом мы сейчас воспользуемся. Вот у нас есть какая-то однородная функция первой степени. F от лямбда К лямбда АЛ. Это постоянно дача от масштаба. Равняется лямбда F от К АЛ. Постоянная дача от масштаба. Давайте продифференцируем эту производственную функцию по капиталу. Что получим? По капиталу. Здесь сложная функция. Лямбда умножить на К. Значит, что получится? F от... Ну, F по капиталу. От лямбда К. Лямбда АЛ. Это производная от внешней функции. Умножить на производную от внутренней функции. Значит, лямбда на К. Производная по К. Это вот лямбда. И справа что получится? Лямбда умножить на F по К. От К АЛ. То есть мы видим, что лямбда сокращается. Лямбда сокращается. Это что значит? Это значит, что наша производная капитала, она однородна какой степени? Нулевой. Нулевой. Первая степень. У нас эта самая однородность, это что такое? F от лямбда К. Лямбда АЛ равняется лямбда в степени Н. Умножить на F, где Н это степень однородности. Здесь лямбда в нулевой получается. Единица. Лямбда сокращается. Значит, в общем случае, вот эта часть Аремейлера как звучит? Что если у нас какая-то функция однородна степени Н, то любая производная однородна степени Н минус 1. У нас производственная функция однородна первой степени, значит, любая производная однородна нулевой степени. Однородна нулевой степени это что значит? Это значит, что если мы капитал и труд увеличим в два раза, то значение производной не поменяется. Значение производной не поменяется. Значит, здесь это выражение опять выполняется для любого значения лямбда, в том числе для лямбда, равного 1 делить на АЛ. Значит, поставляем сюда лямбда, равная 1 делить на АЛ, что получаем? f' по k от k маленького, запятая единица равняется f' по k от k, запятая АЛ. А слева это что такое? Это наша производственная функция. Наша маленькая производственная функция f' по k, это f' по k, производная от маленькой производственной функции. Значит, по теореме Эллера получается, что вот это равно еще и f' маленькая штрих, это по теореме Эллера. Но на траектории сбалансированного роста капиталовооруженность эффективна труда, это константа, да? Значит, ставка процента тоже будет константом. Значит, ставка процента тоже будет константом. Тоже выполняется, да? Значит, в данных у нас ставка процента, нету долгосрочной тенденции вверх или вниз. И в модели соло, если мы на траектории сбалансированного роста, то ставка процента будет постоянной, если выполняется. Дальше, следующие факты. Следующие факты. Доли доходов труда и капитала в общем доходе приблизительно постоянно. Приблизительно постоянно. Доля доходов. Что происходит в модели соло на траектории сбалансированного роста? Значит, альфа, доля дохода капитала. Доля капитала. Что такое доля дохода капитала? Это общий доход капитала поделить на общий доход в экономике. Общий доход капитала, это что такое? Цена капитала, r плюс дельта, умножить на количество капитала, на k. Это общий доход капитала. Делим на что? На доход в экономике в целом. Мы знаем, что в экономике в целом доходы равны расходам, да? То есть делим на выпуск. Теперь, r плюс дельта, это что такое-то? f' от k, f' от k, мы только что-то выводили. Дальше, числитель и знаменатель поделим на al. Здесь что получится? Здесь получится k, капитал оборужённость эффективного труда, а здесь что получается? y поделить на al, это y, то есть производительность эффективного труда, это функция k. Вот что получается, если числитель и знаменатель поделить на al. И мы здесь видим, что в правой части эта функция только от капитала вооружённости эффективного труда, здесь все зависит только от команды, ничего больше. На траектории сбалансированного роста капитала вооружённости эффективного труда константа, значит все это тоже констант. Дальше, доля дохода труда. Здесь тоже нужно воспользоваться теоремой Эллера, только другую частью. Снова производство функции однородной первой степени. Значит, это выражение выполняется для любого лямбда, значит мы можем его продифференцировать слева и справа по лямбду. Можем продифференцировать слева и справа по лямбду, значит, что получится слева. Дифференцировать по лямбду. Производная сложная функция, да, это производная по капиталу умножить на производную капиталу. Функция чего зависит от лямбда к? умножить на производную вот этого всего по лямбду, это будет умножить на к, плюс производная по второму аргументу. Умножить на АЛ равняется f от КАЛ. И это уравнение выполняется для любого лямбда, в том числе для лямбда равного единицы. Подставим лямбда равной единице. Подставим лямбда равной единице, получим что? Что f от КАЛ равняется чему? Значит, предельная производительность капитала умножить на К, плюс предельная производительность Л умножить на А умножить на Л. И задача максимизации прибыли фирмы, вот это вот что такое? Это R плюс дельта, это R плюс дельта, ставка процента плюс амортизация. Вот это вот мы не довели до конца, но можно показать, что вот это будет зарплата. Значит, R плюс дельта умножить на К, плюс зарплата умножить на Л. Получается слева, что выпуск, справа оплата факторов производства. Значит, прибыль чему равна нулю, прибыль 0. Значит, все факторы, весь выпуск распадается на оплату факторов. Значит, теория мейлера для экономистов, это что такое? Что совершенно конкурент на экономике с постоянной дачи от масштаба прибыль 0. Это теория мейлера для экономистов. Что это значит? Это значит, что доля труда, раз у нас весь выпуск идет либо на оплату труда, либо на оплату капитала, то доля труда это будет единица минус доля капитала. Если доля капитала константа, то доля труда тоже будет константа. Дальше. Зарплата растет примерно с постоянным темпом. Зарплата растет приблизительно с постоянным темпом. Зарплата. Давайте посчитаем такую величину, которая омега. Это зарплата разделить на параметр эффективности труда. У нас мы все перемены делим на а, л, на количество число единицы эффективного труда, а зарплату делим только на а. Почему? Потому что зарплата уже считается на одного рабочего. Зарплату уже на рабочих поделили. Значит, что это такое будет? По теории мейлера у нас весь выпуск либо на оплату труда, либо на оплату капитала. Значит, это все, что осталось после оплаты капитала. Значит, у нас весь выпуск это f от k. На оплату капитала ушло что? Цена капитала f' от k. Это у нас r плюс дельта, да? Множить на k. Значит, вот эта функция, которая задает нам функция заработной платы. И что мы здесь видим? Что это опять функция только от капитала вооруженности эффективного труда. Значит, это будет константа. Если у нас омега-константа на траектории сбалансированного роста, то заработная плата растет с темпом каким? С темпом технического прогресса. Заработная плата растет с темпом технического прогресса. Действительно, зарплата растет примерно с темпом. И, наконец, последний факт. Последний факт. Норма сбережений приблизительно константа. Но этот факт не может не выполняться в модели SOLO. Почему? Потому что это гипотеза. Это гипотеза модели, да? Она не может не выполняться. Значит, вот, да, факты. Факты о экономиках и модель SOLO. Да, и одно другому абсолютно соответствует. Поведение экономик в долгосрочном периоде целиком описывается моделью Роберта SOLO. Собственно говоря, поэтому, там даже если мы изучаем не рост деловой цикла, скорее всего, там будет вставлена не классическая производственная функция, такая же, как в модели SOLO, если доставлена не классическая производственная функция, то все эти результаты будут получены. Значит, все эти результаты следуют именно из производственной функции, а не из других гипотез моделей. Итак, модель SOLO, да, она способна объяснить ряд фактов, которые мы наблюдаем в реальной жизни. Значит, это что такое? Вот все факты, сформулированные факалдером. Значит, выпуски труд растут с постоянным темпом, с равным темпом быстрее труда, да, зарплата растет с постоянным темпом и так далее, да. Собственно говоря, хорошая модель или плохая? Почему плохая? Нет, суперская модель, да. Только пока что мы ничего не узнали о тех вопросах, которые следуют. У нас вопрос, собственно говоря, какой у причин экономического роста, да. Какой у причин экономического роста? Значит, модель SOLO на самом деле много, за что вначале критиковали. Например, критиковали за то, что она слишком простая, да. Ну как так вот, сам, у нас одна единственная перемена, которая отвечает за выпуск, да. А как же там, то, что выпуск может быть, скажем, не знаю, в черной металлурге, а может быть выпуск пирожков, да, это совершенно разные выпуски с точки зрения экономического роста, да. Очень много за что критиковали, да, в смысле упрощения, да. Но какая позиция сейчас экономистов по поводу этих всех упрощений? Упрощение-то на самом деле что? Это благо, да. Это благо. Вот пример, который показывает, что упрощение – это благо, это карта метро. Карта метро – это что? Это модель метро, да. Она абсолютно не похожа на метро. Во-первых, метро больше, да, во-первых, метро больше. Значит, но тем не менее, карта метро дает нам ясный ответ, как доехать от одной станции метро до другой. В этом смысле это отличная модель. Точно так же модель Solo, да, она очень много что упрощает, но она дает нам ответы, да, вот. Она соответствует многим фактам, да. В этом смысле это хорошая модель, она способна объяснить эти факты. Мы не ставили цель объяснить эти факты, она соответствует им, да. В смысле это хорошая модель. Значит, упрощение-то не критика, да. Есть другая проблема с моделью SOLO, а именно то, что модель SOLO экзогенно задает норму сбережения. То есть вроде бы и в данных норма сбережения константа, почему ее нельзя задать экзогенно. Но на самом деле нельзя ее задать экзогенно, потому что это поведенческая переменная, потому что она писает поведение людей, а поведение людей нельзя задавать простыми какими-то механическими правилами, иначе у нас есть риск наткнуться на неприятности такого типа, какие возникли из кривой Филлипса. Кривая Филлипса тоже целиком соответствовала данным, до тех пор, пока ее не начали пользоваться. Как только ее начали использовать для построения политики, она исчезла. Кривой Филлипса больше нет в том виде, в котором я именно Филлипс изобрел. Существует кривая Филлипса-Феллбса. Норма сбережения. Она в модели SOLO задается экзогенно, значит это потенциальный риск получить какие-то неверные результаты. То есть может так получиться, что норма сбережения зависит от политики, и за это все результаты поплывут. Когда мы начнем применять политику, мы получим другие ответы. И, собственно говоря, какой ответ на эту критику? В 1965 году, независимо друг от друга, два экономиста, Касс и Купманс, они дополнили модель SOLO задачи оптимизации. Задачи оптимизации, которую впервые поставил некоторый Амсей в 1928 году. Задачи оптимального выбора сбережений. То есть они просто рассмотрели модель, в которой сбережения экзогена сдаются, выбираются домашними хозяйствами, исходя из максимизации полезности. И в такого рода модели все выводы получаются абсолютно теми же самыми. Выводы от этого не зависят. Значит, вообще-то гипотеза такая опасная, то что норма сбережения константа. Но на выводы модели она не влияет. Просто повезло, что на выводы модели не влияет. Дальше, за что еще критикуют? Главная вещь, за которую критикуют, что мы здесь изучаем? Мы изучаем и ищем ответы на фундаментальные опросы теории роста. Каковы причины роста? Каковы причины различий в доходах между странами? Что мы получили? Мы получили, что ставка процента константа. Это не имеет никакого отношения к тем вопросам, которые мы изучали. Собственно говоря, дальше, что мы хотим понять? Какие ответы на фундаментальные вопросы дает модель Солу? Хорошо, значит, первый эксперимент, который мы изучим. Первый эксперимент, который мы изучим. Предположим, что вот у нас диаграмма Солуна. Вот у нас линия выбытия N плюс G плюс D такая. Линия фактических инвестиций F умножительная F от K. Предположим, что норма сбережений выросла. Норма сбережений выросла. Значит, линия S умножительная F от K переместилась вверх. Что будет в долгосрочном периоде? В долгосрочном периоде капиталовооруженности эффективно труда вырастет. Вот касса звездочка 0, касса звездочка 1. А капиталовооруженности эффективно труда в долгосрочном периоде вырастет. Значит, вырастет выпуски, может, нам повезет, и вырастет потребление. Мы хотим понять, насколько сильно потребление в долгосрочном периоде реагирует на изменение нормы сбережения. Если мы увеличим норму сбережения, что у нас будет с потреблением? Оно возрастет сильно, не сильно? Как мы ищем ответ на этот вопрос? Во-первых, мы изучим, как капиталовооруженность эффективно труда реагирует на изменение нормы сбережения. Мы хотим, первое, что мы хотим посчитать, это производная касса звездочкой по S. То есть вот у нас S выросла, в результате касса звездочка изменилась. Вопрос, насколько сильно. Значит, откуда мы можем найти касса звездочки? Вот у нас основное уравнение динамики в модели Solum. Значит, про касса звездочки, что мы знаем в этом уравнении? Как из этого уравнения получить касса звездочки? Касса звездочка обладает свойством, что там производительность эффективного труда не меняется. Значит, касса звездочки 0, значит, S умножить на F от касса звездочкой равняется N плюс G плюс дельта на касса звездочкой. И это у нас функция, которая неявным образом задает капиталовооруженность эффективного труда, как функция чего? Это функция, которую задает касса звездочка, как функция чего? От нормы сбережения, от N, от G, от дельта. И мы можем посчитать производную динявной функции. Значит, как считаем производную динявной функции? Можно просто взять все слева и справа, продифференцировать по норме сбережений, только помнить, что касса звездочка – это функция от нормы сбережения, что это не константа. Динференцируем. Что получается? Значит, здесь это производная… Здесь произведение, да? Значит, производная от S – это единица. Умножаем на F от касса звездочки. Плюс S умножить на что? На производную вот от этого всего по S. Это у нас сложная функция. Значит, нужно F продифференцировать по K. Дальше K продифференцировать по S. ДК со звездочкой по Ds. Значит, производная сложная функция равняется чему? N плюс G плюс дельта. И здесь будет ДК по Ds. ДК со звездочкой по Ds. Вот наши производные. ДК со звездочкой по Ds выносим за скобки. Что в скобках остается? В числителе F от K. В знаменателе. N плюс G плюс дельта. Минус что? S умножить на F'. Теперь поделим числитель и знаменатель на F от K. В числителе будет единица. В знаменателе. Нет, подождите, пока не будем делить. Что мы дальше делаем? Мы хотим посчитать... Значит, это производная, да? Мы хотим посчитать не производную, а эластичность. Значит, эластичность. То есть K со звездочкой по норме сбережения. Это что такое? Это производная. Умножить на S, поделить на K. Значит, дарф на определение эластичности. Что у нас получится? Значит, F от K со звездочкой умножить на S. Разделить на N плюс G плюс дельта умножить на K со звездочкой. Минус S умножить на F' и умножить на K со звездочкой. Теперь поделим числитель и знаменатель на то, что в числителе расположено. На то, что в числителе. Что у нас получится? В числителе будет единица. В знаменателе N плюс G плюс дельта умножить на K со звездочкой. Разделить на F от K со звездочкой. И второе слагаемое чуть по-другому распишу. Здесь S сократится. Вместо F' я запишу DF от K по DK. И умножить что останется? Здесь, везде звездочки, да? Здесь останется K со звездочкой. Так, и все, да? Больше ничего не останется. А, делить на F, да? Делить на F от K со звездочкой. Во-первых, вот это слагаемое. Чему это равно? Кто видит? Единица, да? У нас S умножить на F от K равняется N плюс G плюс дельта K. Значит, первая слагаемая – это единица. Вторая слагаемая – DF по DK умножить на K по F. Это что такое? Это эластичность, да? Это эластичность. Это эластичность. Эластичность выпуска F от K по капиталу, да? Эластичность выпуска по капиталу. Получается 1 разделить на 1 минус альфа. Что это значит? А альфа откуда взять, да? Откуда взять альфа? Откуда мы знаем значение альфа? Значит, альфа – это что такое? Эластичность выпуска по капиталу. F' умножить на K разделить на F. Значит, мы знаем по теория Меллера, что производная от F маленькой, от F большой – это одно и то же, да? Значит, это будет равно F' по K от K АЛ. Значит, эти производные равны, да? Умножаем на K, делим на F. Все, домножаем на АЛ. Здесь получается на K разделить на F на АЛ – это Y. И это что такое? F' от K по K. Это мы говорили, это… Как его? R плюс дельта. Задача максимизации прибыли фирмы. И задача максимизации прибыли фирмы – вот это все – это R плюс дельта. Значит, у нас эластичность… Значит, альфа, эластичность выпуска по капиталу. Это что такое? R плюс дельта умножить на K разделить на Y. В числителе – это оплата капитала, в знаменателе – это выпуск. В числителе – это оплата капитала, в знаменателе – выпуск. Значит, это доля дохода капитала в общем доходе. Ее мы можем взять из статистических данных. Ее мы знаем. Из статистических данных эта величина есть. Это что-то вроде от 1 четверти до 1 треть. Это что-то вроде от 1,4 до 1,3. Значит, эластичность, тогда эластичность капитала, вооруженности, эффективного труда по норме сбережения, что получается? Если мы возьмем, например, 1,3, 1 разделить на 1,3, это что такое? 3,2. Ну, например, норма сбережений была 20%, стала 22%. Касса звездочка 0, касса звездочка 0 была 1000. Прикинуть, чему равно касса звездочка 1 из эластичности? Чему оно равно, кто видит? Хорошо, попрощий вопрос. На сколько процентов здесь норма сбережений изменилась? На 2 неправильный ответ. На 2 процентных пункта, а в процентах это сколько? 22 минус 20 разделить на 20 умножить на 100%. На 10%. На 10% она изменилась. Разница между процентами и процентных пунктами. 10% на 2 процентных пункта. Значит, норма сбережений изменилась на 10%. Теперь, если мы знаем эластичность, то это значит, что капиталовооруженности изменилась сколько? 10 умножить на 3 вторых. На 15%. Значит, К1 стал 1150. Для 15%. На счету мы нашли эластичность капиталовооруженности, эффективного труда по норме сбережения на траекторию сбалансированного роста. Но нас интересует что? Эластичность. Эластичность этого самого. Потребление. Значит, сначала эластичность выпуска по норме сбережения. Это что такое? Значит, у нас есть свойство, что эластичность это в каком-то смысле производная. Эластичность это в каком-то смысле производная. Все правила, которые применяются для производных, они применяются для эластичности. Эластичность выпуска по норме сбережения равна чему? Эластичность выпуска по капиталу вооруженности умножить на эластичность капитала вооруженности по норме сбережения. Все правила, которые верны для производных, они верны для эластичности. Что это такое? Эластичность выпуска по капиталу вооруженности – это альфа по определению. Эластичность капитала вооруженности по норме сбережения – это мы только что нашли. 1 делить на 1 минус альфа. Получается альфа разделить на 1 минус альфа. Например, если альфа у нас 1 треть, то получается что? 1 вторая. 1 вторая. И, наконец, у нас потребление это что? Это 1 минус норма сбережения умножить на выпуск. Из этой формулы можно посчитать эластичность потребления по норме сбережений. Мы знаем эластичность выпуска по норме сбережений. Просто возьмите, запишите формулу эластичности и проверьте, что формула получается такая. Альфа разделить на 1 минус альфа, минус с разделить на 1 минус с. Проверите дома, хорошо? Такая эластичность получается. Вопрос это много или мало? Например, в развитых странах вот это у нас может быть, скажем, 1 треть альфа. Норма сбережений может быть, например, 1 четверть. Тогда разница чему равна? Где-то 1 шестая получается. Если мы, скажем, сегодня увеличили норму сбережений с 20 до 22%, на 10% увеличить, на 2% мункта. Значит, сегодня тогда потребление сократится. Раз мы сегодня больше сберегаем, значит, мы сегодня меньше потребляем. Что вот в долгосрочном периоде? Значит, 10% изменения сбережений умножаем на 1 шестую, получаем, что в долгосрочном периоде норма потребления увеличится примерно на 2%. То есть почти ничего. Почти ничего. Мы пытаемся что объяснить? У нас норма сбережений может различаться между странами, например, в 2 раза. В 2 раза, пожалуйста. То есть на 100%. А потребление на сколько различается? В 10, 20, 30 раз. А у нас здесь эластичность 1 шестая. То есть в данных у нас потребление различается значительно сильнее, чем различаются нормы сбережений. А из модели следует наоборот. Что потребление будет различаться значительно меньше, чем нормы сбережений. Почему так происходит? Два графика один над другим. По горизонтальной оси здесь и здесь норма сбережений. На максимуме единица равна. По вертикальной оси. На верхнем графике будет эластичность. С со звездочкой. По С. На нижнем графике будет С со звездочкой. Потребление на траекторию сбалансированный рост. Значит, эластичность. Что мы знаем про эластичность? Вот у нас формула. Если норма сбережений 0, то эластичность стремится к какому-то значению. Альфа разделить на 1 минус альфа. Что-то типа 1 вторая. Что-то типа 1 вторая. Похоже на 1 вторую. Дальше. Если альфа равно С, тогда эластичность будет 0. Здесь 0. Если С, норма сбережений, стремится к единице, то эластичность будет стремиться к минус бесконечности. Что я знаю? Я знаю, что здесь это альфа разделить на 1 минус альфа, здесь это 0, здесь стремится к минус бесконечности. Как проходит эта линия, я не знаю. Вот я как-то рисую, да? Как она проходит, я не знаю. Я знаю, что здесь вот это столько, здесь столько, и там минус бесконечности. Теперь потребление. Во-первых, если у нас норма сбережений S, если норма сбережений равна нулю, чему будет равно потребление на траекторию сбалансированного роста? Если мы ничего не сберегаем, тогда капиталовооруженность будет 0 в долгосрочном периоде. Значит, выпуск будет 0, значит, потребление 0. Вот точка, если норма сбережений 0, то потребление в долгосрочном периоде тоже 0. Теперь, если норма сбережения 1, чему будет равно потребление в долгосрочном периоде? Тоже 0, да? Мы все сберегаем. Значит, здесь 0 и здесь 0. А раз так, то эта функция где-то должен быть максимум. Где-то должен быть максимум. Где у нас максимум? Вот. Значит, вот это у нас альфа, да? Левее альфа, да? Левее доля дохода капитала в общем доходе. Что у нас происходит? Здесь эластичность положительная. Это значит, эластичность положительная, это значит, при увеличении нормы сбережений потребление растет. Дальше, правее. У нас эластичность отрицательная. Эластичность отрицательная, это значит, что при увеличении нормы сбережений потребление падает. И значит, там, где норма сбережения равна альфа, потребление в долгосрочном периоде достигает максимального значения. Это называется золотое правило. Здесь вот S, Golden Rule, золотое правило нормы сбережения. Капитал какой-то соответствует золотому правилу. Что такое золотое правило? Золотое правило это правило накопления капитала, в соответствии с которым, которое в долгосрочном периоде обеспечивает нам максимально возможное потребление. На максимально возможное потребление. Золотое правило. И что мы знаем про развитые экономики? Мы знаем, что там норма сбережений практически равна доле дохода капитала, в общем доходе, доле дохода альфа. То есть там потребление уже практически максимальное. Еще увеличить его за счет нормы сбережения невозможно. Значит, норма сбережений не является причиной того, что одни страны богаче, другие беднее. Норма сбережений не является причиной того, что экономика растет во времени. Где мы здесь могли ошибиться? Где могли ошибиться? Мы знаем, во-первых, что на траектории сбалансированного роста выпуск растет с темпом n плюс g, да? Дальше. Потребление на траектории сбалансированного роста практически не зависит от нормы сбережений. То есть оно качественно зависит, но количественно это ноль. Количественно это ноль. Потребление практически не зависит. Все, что мы с вами сделали, мы с вами разобрали, что происходит на траектории сбалансированного роста. Значит, мы могли ошибиться в чем? Что, может быть, мы находимся далеко от траектории сбалансированного роста. Давайте проверим эту гипотезу. Скорость конвергенции. Конвергенция – это что такое? Это калька с английского – сходимость, насколько быстро мы стремимся к траектории сбалансированного роста. Насколько быстро мы стремимся к траектории сбалансированного роста. Вот у нас диаграмма СОЛУ – k, n плюс g плюс дельта k, s умножить на f от k. Мы изучили свойства экономики вот в этой точке, k равно кассой звездой. Но может быть мы находимся изначально левее этой точки. И тогда наш анализ с точки зрения, если мы достаточно далеко от этой точки, от кассы звездой, если мы достаточно далеко от кассы звездой, тогда наш анализ будет неверным. Что мы делаем? Первый эксперимент. Давайте посчитаем, насколько быстро мы движемся к этой точке. Насколько быстро сокращается вот это расстояние. Это расстояние мы обозначаем х. Значит, х равно расстояние до траектории сбалансированного роста, k минус k с звездочкой. Насколько быстро оно сокращается? Значит, х с точкой, производная по времени. Значит, у нас k с звездочкой – это константа, поэтому производная по времени – это 0, значит, это просто k с точкой. Теперь нас интересует темп изменения х. х с точкой делить на х. Это что такое? Это k с точкой разделить на х, это k минус k со звездой. Значит, воспользуемся разложением в ряд Тейлора первого порядка для k с точкой. Что такое разложение в ряд Тейлора? Если у нас есть какая-то функция, там какую-нибудь букву я обозначу, z от x, z от x какая-то функция, тогда разложение в ряд Тейлора – это что такое? Приблизительно, z от x, примерно, z от x нулевое. Значит, z от x – это приблизительно z от x нулевое. Плюс, что производная в точке x нулевое умножить на x минус x нулевое. Вот разложение в ряд Тейлора первого порядка. Значит, что мы раскладываем в ряд Тейлора? Мы раскладываем уравнение. k с точкой равняется s умножить на f от k минус n плюс g плюс delta k. И что у нас x нулевое? x нулевое – это у нас k со звездой. Значит, во-первых, чему равно значение вот этой функции при k равном k со звездой? Ноль, да? По определению. Значит, вот это слагаемое у нас не будет. У нас будет только второе слагаемое. Второе слагаемое. Значит, приблизительно. Второе слагаемое. Нам нужно вот это вот все продифференцировать по k. Значит, это будет s умножить на f' от k со звездой. Минус n плюс g плюс delta. Разделить. Значит, у нас остается k минус k со звездой. И разложение в ряд Тейлора нам нужно на что-то домножить. Нам нужно домножить на x минус x нулевое, то есть на k минус k со звездой. И счастливым образом у нас знаменатель сокращается. Знаменатель сокращается. Осталось понять, что такое числитель. Значит, откуда... Как понять, что такое числитель? Вот. Из этого уравнения, да, если у нас траектория сбалансирована ростом, то это все ноль. Значит, s умножить на f от k со звездой равно n плюс g плюс delta. k со звездой. Выражаем отсюда, чему равна норма сбережений. И подставляем наше уравнение. Так, где будем не продолжить? Давайте сюда продолжим. Значит, подставляем наше уравнение. Что у нас получается? Вместо нормы сбережений мы подставляем n плюс g плюс delta умножить на k со звездой. Разделить на f от k со звездой. Это у нас норма сбережений. Теперь норму сбережения умножаем на f штрих от k со звездой. Это что такое? df по dk. И минус n плюс g плюс delta k. n плюс g плюс delta просто, да. И вот это вот все. У нас уже было такое выражение. Это у нас альфа. Доля дохода капитала в общем доходе. Значит, n плюс g плюс delta выносим за скобки. В итоге получаем уравнение. И хи с точкой к хи равняется минус 1 минус альфа. n плюс g плюс delta. Значит, вот темп, с которым сокращается расстояние до траектории сбалансированного роста. минус. О чем говорит нам знак минус? О чем говорит вот этот минус? То, что это точка устойчивая, что расстояние сокращается. Темп прироста отрицательный. Это значит, это хи сокращается. Значит, что-то говорит об устойчивости. Дальше. Чему это все равно? n плюс g плюс delta. n. Темп роста населения. Что-то вроде того, что 1-2% в год. g. Темп технического прогресса. Ну, 2-3% в год. Амортизация. Ну, там, может, 3-4% в год. Давайте, чтоб удобнее было и считать, возьмем все это 6%. Дальше. 1 минус альфа. Альфа – это можно взять 1 треть. Значит, 1 минус альфа – это будет 2 третьих. Минус. Получается минус 4%. Минус 4% в год. То есть, у нас расстояние до траектории сбалансированного роста сокращается на 4% в год. И по правилу 70, значит, расстояние сократится в 2 раза. За 70 делить на 4 – это что, примерно, там, 17,5 лет, да, 18 лет. Ну, с точностью… Это неправильно так писать. 20 лет. Писать второй значимый знак с такой точностью расчетов – это неправильно, да? 20 лет. Значит, расстояние до траектории сбалансированного роста сокращается в 2 раза за 20 лет. То есть, если предположить, что Индия живет хуже США только за счет того, что у нее начальный запас капитала меньше, да? Если Индия живет хуже США только по этой причине, то что это значит? Это значит, что Индия сократит разрыв выпуска Соединенными Штатами Америки в 2 раза за 20 лет. Этого, естественно, не происходит, да? Этого, естественно, не происходит. Значит, слишком большая скорость конвергенции. Скорость конвергенции настолько высокая, что мы можем вполне предположить, что там, не знаю, через 50 лет, да, мы уже где-то в окрестностях кассы звездой. Если у нас последняя война закончилась в 45-м году, да, 55 лет, мы где-то рядом, мы где-то рядом с кассой звездой. Значит, траектория сбалансированного роста очень высокая. Значит, так, мы находимся где-то недалеко от траектории сбалансированного роста, а на траектории сбалансированного роста у нас нормы сбережений практически не влияют на потребление. Норма сбережения практически не влияет на потребление. Выпуск растет с постоянным темпом, с экзогенно заданным темпом. Выпуск растет с экзогенно заданным темпом. Мы не можем объяснить, почему выпуск растет, потому что мы просто задаем экзогенный темп рост. Не можем объяснить, почему потребление различается, потому что оно у нас получается не различается. На самом деле все эти рассуждения мы могли бы упустить. Все наши результаты следуют из производственной функции, которую мы предположили. Вот есть такой частный случай, Коб Дуглас. Что это за случай? Это некто экономист Дуглас в начале 20 века заметил, что доля дохода капитала примерно постоянно, доля дохода труда примерно постоянно, и попросил своего друга математика Коба придумать такую производственную функцию, которая обладала бы этим свойством. Чтобы доля дохода капитала и доля дохода труда была постоянно. Что такое? Что f' по k умножить на k разделить на f от kL равняется какой-то константе. Его попросили решить это дифференциальное уравнение. Он его решил и получил производственную функцию Коба Дугласа. Производственная функция Коба Дугласа. Значит, производственная функция Коба Дугласа очень хорошо согласуется с данными, с эмпирическими, да? Она хорошо согласуется с данными. И, собственно говоря, мы могли получить все вот эти результаты о том, что модель Sol ничего не может объяснить, просто смотря на производственную функцию Коба Дугласа. Значит, производственная функция… Предположим, что у нас есть такой эксперимент, да? Есть две страны. Что там могут быть за страны? Например, страна номер один – это США в 1900 году, страна номер два – это США в 2000 году, да? Либо страна номер один – это США, страна номер два – это Индия. Что мы знаем об этих странах? То, что там выпуск на душу населения различается примерно в 10 раз. Значит, y2 разделить на l2, разделить на y1 на l1 равно 10, да? То есть в одном случае это просто США стали в два раза богаче, да? В другом случае это Индия беднее в США в два раза. В 10 раз, извините, не в два раза, в 10 раз, да? Значит, предположим, что эти различия происходят только за счет капитала, да? Не за счет технического прогресса. Что тогда из этого следует? Значит, из этого следует что? Значит, из производственной функции y разделить на k. Это что такое? Извините, разделить на l, на одного рабочего. Это будет k разделить на l в степени α умножить на a в степени 1 минус α. Можете проверить, да, что все остальное сократится. Если вот это отношение равно 10, значит, тогда 10 равно, да? k2, l2 разделить на k1, l1 в степени α, да? Потому что а, а у нас мы предполагаем, что она одинакова в обеих странах. А не зависит от страны. Значит, тогда отсюда что можем выразить? Во сколько раз различается капиталовооруженность труда? k2, l2 разделить на k1, l1. Получается, что 10 в степени 1 на α. Если α, это 1 на треть, получается 1000, да? Значит, капиталовооруженность должна различаться в 1000 раз. Наблюдаем мы такие различия в данных? Нет, не наблюдаем. У нас выпуск различается в 10 раз, и капиталовооруженность тоже примерно в 10 раз, да? Никак не в 1000. Может быть, мы где-то ошиблись, да, в оценках данных, может. Нам сложно сравнить капиталовооруженность труда в Индии, в США, потому что совершенно разный капитал, да? Могреться, там, в 2 раза, в 3 раза, да? Но никак не в 100 раз. Кроме того, если бы капиталовооруженность различалась в 1000 раз, во сколько раз различались бы ставки процента? Мы говорили, что ставка процента — это предельная производительность капитала. Для Коба Дугласа предельная производительность капитала — это α умножить на k в степени α-1 умножить на α в степени 1 минус α, да? То есть так, k разделить на α в степени α минус 1, и все это умножить на α. Значит, если мы поделим одно на другое, то у нас α сократится, мы предполагаем, что А у нас одно и то же. Значит, получается k2, L2 разделить на k1, L1 в степени α минус 1. Значит, капиталовооруженность различается в 1000 раз, мы только что посчитали. В степени, получается, 1 треть минус 1 — это минус 2 третьих. Минус 2 третьих — это получается 1 к 100, да, в 100 раз. Это значит, что если Индия в 10 раз беднее, чем США, то ставка процента должна быть в 100 раз выше, чем США. Ставка процента в Индии должна быть в 100 раз выше, чем США. Если там в США ставка процента составляет примерно 10% в год, то в Индии она должна быть сколько? 1000% в год. В 10 раз за год увеличивается капитал. Если бы капитал в Индии увеличился в 10 раз за год, то капитал снес бы все мыслимые и немыслимые барьеры на своем пути, оказался бы в Индии. Но этого не происходит. Если мы попытаемся объяснить все те же самые различия только различием А, то мы не придем к никаким противоречиям. Это возможно. Как модель Solow может объяснить различия в доходах между странами, как она может объяснить рост выпуска во времени? Только ростом параметра производительности. Если параметр производительности в США выше, чем в Индии, то в США будет проявить больше парадокс, чем в Индии. Очевидный результат. Если А растет во времени, то выпуск будет расти во времени. Но откуда берется А? А в модели задается экзогенно. А в модели задается экзогенно. Поэтому можно сказать, что модель Solow не объясняет экономический рост. А что она делает? Допускает его. У нас есть что-то, что растет экзогенно, и за это происходит экономический рост. Есть что-то, что различается между странами, и за счет этого происходит экономический рост. Что-то такое, мы не знаем здесь. Оно просто экзогенно задается. Значит, основная критика модели Solow в том, что модель Solow не дает ответы на фундаментальные вопросы теории роста. За что же тогда Роберту Solow дали Нобелевскую премию? Ему дали Нобелевскую премию как раз за этот результат. Значит, он констрирует внимание на динамике накопления физического капитала. И приходит к выводу, что динамика накопления физического капитала нельзя объяснить ни экономический рост, ни различия в доходах между странами. А раз так, то нам требуется какая-то другая модель, чтобы дать ответы на эти вопросы. Результат Роберта Solow – это отрицательный результат. За этот отрицательный результат ему дали Нобелевскую премию. На чем концентрируется внимание современной теории? Они, естественно, концентрируют внимание на динамике А. Почему у нас А изменяется во времени или пространстве? И если мы объясняем, почему меняется парамет производительности труда, то мы, в принципе, способны объяснить экономический рост. Здесь тоже не все так гладко, как я вам рассказываю. Там тоже возникают какие-то проблемы, противоречия. Что-то за проблемы или противоречия у нас нет с вами возможности решать. У нас есть возможность решить какие-нибудь задачки. Задачки. Мы с вами разберем две задачи по модели Solow. Что-то за задачи. Вообще у нас есть такой принцип, что есть задачи, которые чуть посложнее, есть задачи, которые чуть попроще. Задачи, которые чуть попроще, они идут... Там вот все, что я вам рассказал, я вам даже рассказал чуть больше, чем нужно, для того, чтобы решать простые задачи. Даже чуть больше, чем нужно. Если вы сдаете экзамен в июне, в июле, то задачи у вас будут из списка тех, что попроще. задачи будут списка чешу попроще если вы участвуете в олимпиаде в марте то задача будет чуть посложнее сейчас мы решим сначала задачку попроще потом решим задачку посложнее чтобы решить задачку попроще нужно вот все что рассказал это достаточно знать до чтобы решить задачу посложнее нужно еще почитать учебник там дэвида ромара не знаю еще покопаться вот на этом сайте, который я сам дали, вначале дал. Хорошо, значит, задача попроще. Это вступительный экзамен, по-моему, прошлого года. Там было 4 задачи. Две по микроэкономике и по макроэкономике. Это не очень частый случай, когда только одна задача была из списка, который я вам дал, СЛА, МИСОЛУ, да? Была по модели СОЛУ, одна задача на модель Лукаса. Хорошо, значит, задача. Задача целиком графическая. Значит, у нас есть график, да? n плюс g плюс дельта К. Дальше линия фактических инвестиций S умножить на F от К. Дальше линия выпуска F от К. Даны две точки. Значит, вот эта точка дана. Значит, здесь вот 10. Здесь какое-то значение Каннольдену. Значит, здесь 0,4. Здесь 0,6. Здесь 1. Здесь 1,5. Кроме того, даны еще какие-то условия. Значит, это не Кауп Дуглас. Здесь прямым текстом не написано, что Кауп Дуглас, но априори это не Кауп Дуглас. И потом выясняется из решения задач, что это действительно не Кауп Дуглас. Что дано, да? Что темп прироста численности усилений составляет 3% в год. То есть он равняется 0,03. А темп технического прогресса 2% в год. Жар равняется 0,02. Известно, что при К равном К0, если К равно К0, тогда доля дохода капитала в общем доходе равна 1,3. Да, но это не Кауп Дуглас, да? Это не параметр производства функции Каупа Дугласа. Это доля дохода капитала. Значит, используя эти данные, также данные, представленные на диаграмме, ответьте на вопросы. Значит, первый вопрос. Чему равна норма сбережений? Чему равна норма сбережений? Кто видит? Можно просто что на что поделить. Видны все цифры, да? Полтора, вот это полтора, да. Полтора, 1, 06, 04. Полтора на сколько? Единица это выпуск при К равном 10. На 0,6, да? Правильно, только наоборот. 0,6 на 1,5. Вот это вот, это что такое? Вот эта точка. Это 1,5 мы умножили на норму сбережений. Получили на 0,6, да? Значит, 1,5 умножить на норму сбережений равняется 0,6. Это норма сбережений 0,4. Второй вопрос. Чему равно значение К0? Чему равно значение К0? 4, правильно. У нас два треугольника подобные. Вот этот треугольник. И вот этот треугольник. Мы знаем, что нижний треугольник, это 0,4. Вот вверху треугольника. Здесь единица, здесь 0,4. Здесь десятка. Здесь будет 10 умножить на 0,4. Здесь умножить на 4. Дальше, третий вопрос. Чему равна норма амортизации? Как считается норма амортизации? Да, у нас есть тангенс, да? У нас есть тангенс. Тангенс этого угла чему равен? 1,1, да? Тангенс этого угла равен 1,1. И с другой стороны, это n плюс g плюс дельта. Если у нас n плюс g равняется 5%, значит дельта должна равняться 5%. Да, совершенно верно, спасибо. Дальше, чему равна производительность эффективного труда при k равном 10? То есть y от k равна 10, чему равна? Здесь нужно вспомнить, что норма сбережения у нас 0,4. Тогда все легко получается. У нас есть какой-то выпуск, да? Какой-то выпуск есть. Мы умножили это на 0,4, получили единицу. А что, по-скому чему? Единица разделить на 0,4, то есть 2,5. Дальше, пятый вопрос. Ставки процента. r при k равном к 0. Значит, вот здесь вот это нужно, то, что я вам рассказывал. Здесь у нас доля дохода капитала 1 треть. Значит, здесь альфа 1 треть. И доля дохода капитала, это что такое? То есть это значит, что у нас r плюс дельта умножить на k равняется 1 третье от выпуска. Выпуск у нас там 1,5. Умножаем на 1,5. То есть получается 0,5. Дальше, дельта у нас норма амортизации на, мы ее нашли, это 0,05. k, капиталовооруженность эффективно труда, здесь 4. Значит, r равняется чему? 0,5 разделить на 4. Минус 0,05. Что у нас там получается-то? 12,5, да? 0,75. 7,5 процентов. 0,0,75. 7,5 процентов. Дальше, это был вопрос 5, вопрос 6. Каково... А, это был вопрос 6, да? Ну, по задаче это было 5, да? Значит, поменяем 6, да? Каков темп прироста капиталовооруженности эффективного труда при k, равном k0? То есть, k с точкой k в точке k0, да? Вот здесь вот, вот здесь вот. Как это найти? Здесь вот сам подвох, да? Я спрашиваю, темп прироста k, да? Это значит, что нужно найти именно k с точкой k. Многие ошиблись, искали просто k маленькой с точкой, да? Значит, я выбираю. И что это такое? Вот это у нас с косточкой. Косточка это у нас 0,6 минус 0,4 получается 0,2. Разделить на k, это у нас 4. Получается 5% в год. Капиталовооруженность эффективного труда здесь растет на 5%. Мы же на 5%, получаем 1,2% в год. Дальше, восьмой вопрос. Каков темп прироста выпуска при k, равном 10? y, это восьмой вопрос. y с точкой к y, если k маленькая, равно 10. Чему это равно значение? Значит, k равное 10, это значит, мы находимся на траектории сбалансированного роста. Мы с вами из таблички, да, вот там, где факты Калдера выписывали, говорили о чем? Что на траектории сбалансированного роста выпуск растет с темпом n плюс g. Значит, это год n плюс g. И из условий задачи это 5% в год. Значит, выпуск растет на 5% в год. Дальше, девятый. Каковы темпы экономического роста при k, равном k0? y с точкой к y, k равном k0, да, при k равном 4. Значит, как мы это находим? Значит, мы знаем, что y, это y маленького умножить на а, l. Логарифмируем, берем производную по времени, получаем y маленькая с точкой к y маленького, плюс а с точкой к а, плюс l с точкой к l. И что-то такое получаем, y маленькая с точкой к y маленького мы только что нашли, это 1,2% в год. И это у нас n плюс g, да, это в предыдущем пункте было 5% в год. Получается 6,2% в год. Последний вопрос, десятый. Значит, предположим, что золотое правило запаса капитала соответствует капиталу вооруженности и эффективного труда, равном 10, да, то есть здесь золотое правило. Вопрос, чему равна доля дохода капитала в общем доходе при k равном 10? Значит, мы с вами выводили, да, что доля дохода капитала в общем доходе при золотом правиле равна норма сбережения, да. Золотое правило, s равно альфа, но альфа у нас может меняться, да, если у нас копт-дуглас, то альфа может меняться, да, а s не меняется. Если у нас 40% это норма сбережений, то золотое правило альфа равно на 4, ну, целых 4 десятых, ну. Значит, вот полностью церковь решена задача. Хорошо, есть вопросы по этой задаче? Ладно, теперь чуть посложнее задача олимпиадная. Значит, и для олимпиадной задачи вот то, что я вам сказал, уже недостаточно знать, да, нужно знать немного больше. Нужно знать немного больше. Значит, олимпиадная задача этого года, она висит на сайте где-то для вступительных экзаменов, да. Там есть решение олимпиады этого года целиком, в том числе решение олимпиады этого года. Поэтому его можете там посмотреть, я сейчас решу соответственно олимпиаду прошлого года. Сейчас я только найду. Значит, олимпиада прошлого года. Модель Борода. Борода предлагает включить госзакупки в производственную функцию. Значит, функция Коба-Дугласа, но уже это неправильная производительность, это госзакупки. При этом, чем он это обосновывает? Тем, что если государство производит какие-то закупки, например, строит дорогу, тогда отдача от частных факторов возрастает. Государство помогает частному сектору производить продукции. И вот мы это отражаем таким образом. Почему здесь госзакупки возведены именно степень 1 минус альфа, никакую другую? Ну, потому что иначе там красивых результатов не получится. Только для красивых результатов. Хорошо, значит, вот производственная функция. Y выпуска, капитал, L труд, G госзакупки, альфа параметры от 0 до 1. Числим с рабочей силы константа. L с точкой L равно 0. Дальше, капитал госзакупки определяется внутри модели. Госзакупки финансируются за счет налогов, T равно G. Для доли располагаемой дохода равна S, S задается экзогенно, оставшаяся доля потребляется. Таким образом, уравнение на динамике капитала, К с точкой равняется S умножить на YD минус ΔК. Где YD это располагаемый доход, доход за вычетом налогов. Так, все вроде. Значит, первый вопрос. Найдите оптимальный объем государственных закупок. То есть объем государственных закупок, при котором располагаемый выпуск будет максимальным. Что такое располагаемый выпуск? Это выпуск минус налоги. Выпуск это что такое? К в степени альфа умножить на G, L в степени 1 минус альфа. Налоги равны госзакупкам минус G. И нам это нужно промаксимизировать по госзакупкам. Максимизируем по госзакупкам, что получается? 1 минус альфа умножить на K в степени альфа умножить на G в степени минус альфа умножить на L в степени 1 минус альфа равно 1. Идеальная производительность госзакупок равна 1. Единица это известный принцип экономики, принцип дамином и рейсом. Дальше что делаем? Выражаем отсюда G. G чему равняется? Капитал будет в степени 1. Труд будет в какой степени 1 минус альфа делить на альфа. И останется что еще? 1 минус альфа в степени 1 на альфа. Что-то выразили госзакупки. Это первый вопрос. Второй вопрос. Подставив оптимальный объем государственных закупок в производственную функцию, выразите выпуск. Потом располагаю. В общем, все выразить. Везде убрать госзакупки. Где убрать госзакупки? Значит, выпуск. К чему будет равен? Значит, K в степени альфа. Вместо госзакупок подставляем, что K умножить на L в степени 1 минус альфа делить на альфа. Умножить на 1 минус альфа в степени 1 делить на альфа. В степени 1 минус альфа. И на самом деле, я здесь сам себе позволю немножко упростить задачу. Здесь капитал получается в какой степени? Капитал в первой степени. И все остальное не буду упрощать. Значит, L в степени 1 минус альфа на альфа на 1 минус альфа на 1 на альфа. Давайте это обозначим все-таки какой-то буквой. Чуть попозже буквой обозначим. Располагаемый доход. Располагаемый доход это что такое? Это доход минус налоги. Но налоги равны госзакупкам. Получается, что капитал можно будет вынести за скобки. Если мы из этого уравнения вычтем вот это, мы капитал вынесем за скобки. В скобках останется что-то, что зависит от труда. Ну, труд у нас по условию задачи константа. Что-то, что там зависит от параметров модели. Давайте это просто обозначим какой-нибудь буквой. Буквой, например, φ. Все, что в скобках обозначили φ. φ это можно выразить. Можно выразить. Дальше. Третьих. Существует ли в данной модели траектория сбалансированного роста? Возможно ли переход на динамики? Является ли модель, в частном случае, АК? Мештутка модели АК. Это модели, в которых выпуск линеен по капиталу. Модель АК это модели, в которых выпуск линеен по капиталу. И в данном случае мы действительно получили выпуск линеен по капиталу. Значит, ответ да, это модель АК. Да, это модель АК. Какие, что там, существует ли переходная динамика, там еще что-то. Значит, как мы отвечаем на этот вопрос? Давайте найдем там просто выпуск. yd с точкой делить на yd. Или так, давайте сначала найдем k. k с точкой делить на k, чем рано. Значит, k с точкой делить на k. Чему будет равно? Значит, это s умножить на yd. Располагаем доход, который у нас k умножить на код константа. Минус дельта k разделить на k. И у нас чудесным образом капитал сокращается. Получается s умножить на φ минус дельта. Получается, что темп роста есть вообще константы. Капитал растет с постоянным темпом. Значит, это будет равно не только темп роста капитал, но и темп роста выпуска. Потому что выпуск у нас что-то пропорционально капиталу. Значит, в этой модели у нас все растет с темпом s умножить на вот эту константу φ, которая в скобках, минус дельта. Значит, да, это модель АК. Про модели АК мы знаем, что там выпуск растет с постоянным темпом. Про модели АК мы знаем, что там все сразу оказывается на траектории сбалансированного роста, где выпуск растет с постоянным темпом. И про модели АК мы знаем, что там нет переходной динамики. Мы сразу же на траектории сбалансированного роста. Только траектории сбалансированного роста. Дальше. Как темпы роста выпусков зависят от параметров модели. Ну вот это самое, с ростом нормы сбережения и темпы роста выпуска растут, с ростом дельта темпы роста выпуска сокращаются, там φ как-то зависит от L и от 1 минус α, но если L растет, то темпы роста выпуска будут расти. Дальше, покажите, какая будет динамика логарифма выпуска, госзакупок, потребления, ставки, процент зарплаты, если происходит дискретное увеличение нормы сбережения. Значит, у нас что, темпы роста просто изменятся и все, да? И что будет, это самое, логарифм выпуска, да? Логарифм выпуска. Если у нас какая-то величина растет с постоянным темпом, то логарифм будет прямая линия, да? Значит, здесь у нас до шока логарифм одна прямая линия, после шока у нас норма сбережения увеличилась, значит, темпы выросли, темпы роста выросли, значит, будет другая прямая линия, но под более высоким углом, да? Вот динамика логарифма выпуска. Точно так же будет выглядеть динамика логарифма G внешне, да? Не количественно, а внешне. логарифм употребления. Картинка будет точно такая же. Это более сложная модель. Есть ли какие-то вопросы по этой части? Мы с вами разобрали модель Solo. Я вам напомню, что чтобы подготовиться к вступительным экзаменам, нужно разобрать первую модель Solo, вторую – ASLM. Я не знаю, у нас как с видео есть еще возможность или нет. Но я готов там остаться, разобрать с вами какую-нибудь задачку на ASLM. Но, наверное, нужно сделать перерыв 10 минут. Точно нет больше вопросов?